Начну я с небольшого исторического обзора об истории развития электронных вычислительных машин, кратко о текущем состоянии и о тенденциях. То есть развитие компьютеров. Мы начнем наше развитие компьютеров. То, что уже традиционно понимается под компьютерами, это цифровые вычислительные машины общего назначения. То есть такие вот вычислительные устройства, которые хранят данные в дискретном виде и могут использоваться для решения различного круга задач, а не узкоспециализированных. Потому что, например, если мы говорим вообще о вычислительных, то вплоть до недавнего времени широко использовались помимо цифровых вычислителей, использовались и аналоговые вычислители, которые были жестко запрограммированы на решение той или иной задачи. Например, в авионике или в космической отрасли. Например, автопилоты могли быть вполне себе аналоговыми. То есть специальное вычислительное устройство, которое с помощью разных аналоговых схем интегральных рассчитывало угол отклонения управляющих поверхностей в зависимости от текущего состояния летательного аппарата. Это все было построено на непрерывных аналоговых схемах и вполне успешно эксплуатировалось и даже сейчас эксплуатируется. Мы не будем считать это как настоящими компьютерами, но рассмотрим именно цифровые вычислительные машины. В зависимости от литературы выделяют 4 или 5 поколений цифровых компьютеров, в зависимости от того, кто это описывает. Первое поколение, самое раннее поколение цифровых компьютеров. Классификация поколений строится в целом на базе элементной базы, то есть тех основных компонент, из которых строится компьютер. Так вот, первое поколение цифровых компьютеров было построено на вакуумных лампах. И, как я сейчас расскажу, там, ну, оно было первое, поэтому, естественно, имело ограничения. Ну и вакуумные лампы не могли решить. Очень быстро стали являться сдерживающим фактором. Очень быстро, однако, развитие цифровых машин перешло сначала к транзисторным схемам, ну, потом к интегральным схемам и потом к сверхбольшим, то, что называется обычно сверхбольшим интегральным схемам. Между интегральным схемами и сверхбольшим интегральным схемами, ну, там уже разница больше терминологическая, уже тонкая. И вот современное поколение компьютеров так продолжает развиваться в парадигме сверхбольших интегральных схем, что называется в традиционной технологии. Но понятно, что мы можем... Это одна из возможных классификаций, когда мы классифицируем компьютерную технику на основе так называемой элементной базы. Мы можем вводить другую классификацию, например, по типичным свойствам самих компьютеров или по каким-то свойствам операционных систем и так далее. Поэтому мы можем вводить добавлять 5-е поколение либо оставаться в рамках 4-х поколений ЭВЭ. История цифровых компьютеров в общем-то традиционно начинается в 46-м году с компьютера ENIAC. Это был первый, считается первым таким вот настоящим цифровым электронным компьютером, который умел решать, более-менее там, был компьютером общего назначения, умел решать широких круг задач, хранил данные в двоичной форме и обрабатывал их с помощью хранения программы. То есть, в целом, как мы потом обсудим, более-менее реализовал все основные принципы архитектуры фон Неймана. в нем, стоимость его тогда оценивалась в 500 тысяч тех долларов, то есть, после, ну, 60 лет прошло, соответственно, на данный момент будет совсем другая цена. в нем было примерно 17500 электронно-вакуумных ламп, соответственно, можно, даже самая маленькая вакуумная лампа имеет размер порядка сантиметра, можно представить, какой размер занимал весь сам по себе компьютер. и он давал, на самом деле, очень хорошую производительность, потрясающую производительность, 5000 операций в секунду. Электронные лампы потребляли очень большую энергию и были ненадежны. И вот понятно, что когда у вас около 20 тысяч ламп, даже если срок службы одной лампы, там, скажем, 40 тысяч дней, как раз у вас получится, что в целом, в среднем, одна лампа электронно-вакуумная будет выходить из строя раз в два дня. И понятно, что это отдельная инженерная задача обеспечить быстрый поиск и замену дефективного компонента, чтобы минимизировать время простоя компьютера, поскольку время работы компьютера очень дорогое, но и время простоя компьютера тоже очень дорогое. Отсюда же из первого поколения электронных машин идет термин дебаггинг и баг. И он имеет дословный смысл, что в какой-то момент программа перестала работать правильно по банальной причине, потому что куда-то там в электронные схемы залетел настоящий баг, то есть букашка, туда попал, сгорел, что-то закоротил, и компьютер перестал работать. Поэтому процесс удаления ошибок из программы, оно такое сначала получило шуточное название, дебаггинг, а потом это название прижилось и используется до сих пор. Хотя, конечно же, вряд ли сейчас может быть, ну, вряд ли баги в смысле живых существ являются серьезной проблемой для современной электронной техники. Соответственно, это американский компьютер. В Советском Союзе тоже, понятно, что важность электронной техники тоже понимали, и первый советский компьютер появился в 1953 году. Он имел всего лишь 6200 ламп, имел произведение 2000 операций в секунду, ну, и имел вот вывод сперфокарт и вывод на принтер. Целевое назначение первых компьютеров, конечно же, было физическое. Например, на первых компьютерах американских рассчитывались и космические программы, и рассчитывались, естественно, там сугубо секретные физические вычисления, там вычисления ядерных термоядер и наличных бомб. Советский Союз, поскольку он там немного отставал, известно, что первые расчеты то же самое и космической программы, и ядерных бомб производились вполне себе механическим способом на арифмометрах и вручную. Ну, потом, конечно же, как только появлялись цифровые вычисления машины, они подключались к расчетам, и постепенно расчеты переводились на цифровые машины. Очень быстро вот эти вот вакуумные лампы, вот пример вакуумной лампы, были заменены на транзисторы. Вообще говоря, транзистор, как полупородниковый элемент, он был революционализирующим открытием 20 века, и это, наверное, одно из важнейших вообще открытий современной цивилизации. Там наравнилось, словно говоря, с пенициллином примерно так вот. Даже первые транзисторы, когда они пошли в массовое производство, они позволили радикально уменьшить размер типичного элемента, из которых состоит компьютер. То есть один транзистор, он занимает размер там несколько миллиметров, а не несколько сантиметров по сравнению с вакуумными лампами. Что позволяет уменьшить и габаритный размер компьютера, уменьшить и энергопотребление, и за счет уменьшения размеров, и повышать производительность, то есть переходить на качественно новый шаг, на качественно новую ступень развития техники. Вот, например, один из, наверное, самых лучших образцов транзистора на ХВМ, это советская машина БСМ-6, которая появилась в 1966 году, имела тактовую частоту, даже вполне себе приличную, даже вот на конец 80-х, начало 90-х годов, это 10 МГц, и имела вполне себе приличные быстродействия до 1 миллиона операций в секунду, а специальные экземпляры, которые там использовались в космической программе, стояли на Байконуре, достигали производительности 6 миллионов операций в секунду. Уже, вот, если говорить об программах и операционных системах, допустим, ЭВМ первого поколения, там ни о какой операционной системе речи идти не могло. Там и памяти не хватает, и соединительства не хватает, и, условно говоря, в оперативную память грузится одна программа, и она все выполняет, полностью работает только одна программа. То есть, только компьютер под решение одной задачи данного момента. Но уже даже на транзисторных ЭВМ появились и операционные системы в современном понимании этого слова, там они называются мониторами, которые позволяли управлять внешними устройствами и выполнять несколько программ одновременно, переключая управление между ними в зависимости от того, собственно, какая у них, например, и загрузка по использованию внешних устройств. Уже для транзисторных ЭВМ появились отдельные подсистемы и каналы ввода-вывода, поскольку уже тогда расчетная производительность процессора стала намного превышать производительность узлов ввода-вывода. И уже тогда к транзисторным машинам начали появляться первые языки высокого уровня, уже даже не ассемблер, а Фортран, Алгол и дальнейшее уже развитие. И ВИСП тогда же появился. То есть началась эволюция языков программирования. Собственно, вот этот БСМ-6 использовался в космических расчетах вплоть до конца 20 века. Последние экземпляры БСМ-6, если я правильно понимаю, были демонтированы ближе к концу 90-х годов. Ну и какое-то время был переходный период, когда более современные компьютеры работали в режиме эмуляции БСМ-6 и исполняли программы, написанные для БСМ-6. Просто пока заменялось программное обеспечение. Но, собственно, это другая проблема с тем, что чем больше у нас живет какая-то компьютерная система, тем больше для нее пишется программное обеспечение, тем больше для нее накапливается данная, ну и, соответственно, тем сложнее ее вывести из оборота и заменить на какую-то более современную систему. Эта проблема очень характерна для, в частности, для банков, у которых, ну, в основном, американских банков, у которых компьютеры находятся в активной эксплуатации 60-х, 70-х годов. Поэтому до сих пор в банковской сфере используется язык Кабол и до сих пор могут использоваться вполне себе еще те компьютеры эпохи 70-х, 80-х годов. Ну, по принципу работает это тоже. Следующая революция произошла уже, ну, вот, с переходом от транзисторных компьютеров к компьютерам на основе уже интегральных схем, то есть тогда, когда на одном полупроводниковом кристалле размещается много транзисторов и какая-то другая, говорит, как полупроводниковая, то есть один полупроводниковый кристалл начинает выполнять более сложные функции, чем нежели простой транзистор. И вот это революционное семейство компьютеров, это IBM 360, анонсированное в 64-м году. Ну, для сравнения, да, у нас как раз BSM-6 транзисторный был выпущен в серию в 66-м году. Ну, и уже в 64-м году был анонсирован, то есть в серию выпущен чуть попозже, уже компьютер IBM 360 на элементной базе интегральных схем. Что привнес вот этот компьютер IBM 360? На самом деле, все, что было до него, это были, ну, условно сказать, как штучные экземпляры. То есть каждый, ну, то есть так, как, например, до сих пор выпускаются корабли, каждый корабль чем-то не похож друг на друга, там, самолеты, каждый самолет может быть чем-то не похож друг на друга, каждый может нести какое-то свое уникальное оборудование. Ну, и так выпускались и компьютеры. Каждый компьютер был чем-то по-своему уникальным. Они могли быть, в общем, как-то совместимы с друг с другом, как-то несовместимы друг с другом, то есть этот вопрос нужно было решать для каждого компьютера отдельно. И вот эта серия IBM 360 уже принесла унификацию. То есть переход на массовое, по-настоящему массовое производство вычислительной техники. IBM 360 – это не один какой-то компьютер с фиксированными характеристиками, а это целое семейство компьютеров, которые были между собой совместимы по набору инструкций процессора и совместимы по периферии. Соответственно, от самых младших, которые там стоили, может быть, несколько сотен тысяч долларов, до самых старших, которые стоили несколько миллионов долларов. И в зависимости, опять-таки, от комплектации, производительность IBM 360 могла варьироваться от 340 тысяч операций в секунду до 1,7 миллиона операций в секунду на старших моделях. Ну и память варьировалась от 8 килобайп для младших моделей до 8 мегабайт для старших моделей. Ну а по тем временам нужно понимать, что это большой объем памяти, который, в общем-то, вполне себе достаточен для решения очень широкого класса задач. IBM 360, в отличие от, наверное, тех компьютеров, которые были до того, был уже очень сильно ориентирован, ну, скажем так, на широкое экономическое применение, то есть на самые разнообразные бизнес-процессы, и, в частности, на обработку не физических, не цифровых данных, а, в частности, еще на обработку и символьных данных, то есть баз данных каких-то там и тому подобное. То есть IBM 360 символизирует собой переход от некоторой, ну, так скажем, эксклюзивности компьютеров к их массовому производству и внедрению. Конечно же, первые массовые экземпляры, они были и дорогие, и внедрялись так вот постепенно, но во всех этих случаях первый шаг – это унификация системы команд и унификация периферии. Ну, и помимо этого, вот как IBM делала, условно говоря, основной ядро компьютера IBM 360, так и, в общем-то, поскольку спецификации были открыты, все сторонние производители получали возможность проделать свою периферию. Это был потрясающий успешный ход, который IBM повторила через 15 лет с выпуском IBM PC. То есть, когда делается некоторое ядро, открываются спецификации и дается доступ к любым сторонним производителям, чтобы дорабатывать внешнее устройство, которые бы соблюдали эту спецификацию. Что привнесло семейство IBM 360? То, что до сих пор дожило. Это 8-битный байт. До момента IBM 360, в общем-то, был разнобой. Да, естественно, двоичная система уже была, повсеместно доминировала, другой-то, в общем-то, не осталось. Но размер минимальной адресуемой единицы достаточно сильно варьировался. Там мог быть 12-бит, 16, даже 48-бит могут быть. Самые разные размеры минимальной адресуемой единицы памяти. Вот IBM 360 более-менее фиксировал минимальную адресуемую единицу 8-бит байт. С тех пор оно прижилось, и мы с этим живем. Ну и тоже вот, поскольку у нас есть байт, память адресовалась по байтам, а не по словам. IBM 360 был уже 32-битным компьютером, и у него в памяти 4 последовательных байта занимали одно машинное слово. IBM 360 был бикентин-компьютером, то есть байты в нем располагались в порядке от старшего к меньшему. Этот потом расклад тоже более-менее копировался. Очень часто пока не был вытеснен уже персональными компьютерами. IBM 360 стандартизировал, де-факто, двоечную арифметику с дополнением до двух. Она хоть и была массовая, но было много вариаций в компьютерах до IBM 360. И стандартизировал операции с плавающей точкой. То есть зафиксировал и формат представления с плавающей точкой, и требования к операции с плавающей точкой. И то, что потом через 20 лет превратилось в общепринятый стандарт IEEE 754. То есть вот IBM 360 сформировал и зафиксировал очень многие из тех свойств компьютеров, которые мы, в общем-то, наблюдаем до настоящего времени. Это, еще раз повторяю, что это 1964 год. Кроме того, о развитии серии IBM 360, IBM 370, появившейся где-то в начале 70-х годов, там уже появилась операционная система с виртуализацией. То есть каждому пользователю предоставлялся некоторый свой виртуальный образ операционной системы, там Z360, по-моему, назывался. И каждый пользователь, условно говоря, работал как бы один в виртуализированной операционной системе, в виртуализированных ресурсах, вот в рамках большого компьютера IBM 370. То есть вот виртуализация тоже не новое изобретение, она появилась в 70-х годах. Семейство компьютеров IBM, ну, таргет, там, целевое. Целью было это все-таки, как вот, скажем так, крупный бизнес и, ну, крупные организации, которые могли себе позволить, там, несколько миллионов, там, несколько миллионов долларов для цифровизации, для внедрения электронной техники. С другой стороны, вот, это было, как бы, большие ЭВМ. С другой стороны, развивалась линейка мини-ЭВМ, из которых самые массовые, самые распространенные были мини-ЭВМ семейства PDP-11. Ну, условно говоря, чем обычное ЭВМ того времени отличалось от мини-ЭВМ? Мини-ЭВМ занимало несколько шкафов в комнате, а обычное ЭВМ семейства IBM 360 занимало там всю комнату. ПДП-11 был в свое время очень популярным. Он принес в мир вычислений, собственно, набор инструкций, то, что называется в технологии ортогональный набор инструкций. То есть, каждая инструкция, у нее более-менее, ну, однородная схема кодирования в каждой инструкции, у любой инструкции есть более-менее фиксированный набор аргументов, процессора, результатов, флагов и так далее. Это все ортогональный набор инструкций, идея, которая была потом развита уже в риск процесса. ПДП-11 использовал архитектуру общей шины, то есть, когда на, ну, вот, к компьютеру по общему интерфейсу можно было подключать самые разные устройства, от видеокарт до терминалов, может быть, сетевых адаптеров и так далее. ПДП-11 на нем уже, у него был порядок байт в слове little engine, то есть, первый, младший байт хранился первым. Ну, и самое главное, наверное, чем для мира заполнился компьютер ПДП-11, это то, что это первый, это компьютер, на котором впервые как развилась и появилась операционная система Unix. То есть, если мы посмотрим историю семейства Unix, то там начала она разрабатываться на PDP-7, Bell Labs, ну, и по принципу то, что это настолько убогий компьютер, что типа на нем ничего другое не запустится вообще. Вот, а потом была закуплена более мощная компьютер ПДП-11 и Unix, и, соответственно, C был портирован на архитектуру ПДП-11 и была получена операционная система Unix и NizX-C. ПДП-11 очень широко поставлялся в университеты. То есть, если далеко не все университеты американские могли иметь себе или могли позволить себе IBM 360, поскольку это скорее было для индустрии компьютер, то все они имели у себя компьютер типа ПДП-11. Разные их, конечно же, модификации, но тем не менее. Соответственно, операционная система Unix в самых первых версиях широко разошлась по американским университетам, поскольку в то время, ну, как я сказал в прошлый раз, любое программное обеспечение поставлялось с исходниками, то, соответственно, и студенты, и профессора американских университетов изучали, дополняли и продолжали развивать и EC, и операционные системы семейства Unix. Соответственно, уже дальше получается, что когда студенты заканчивают обучение, они уже свои знания, полученные во время обучения, приносят на производство. Отсюда уже из университетов Unix начал распространяться на производство и вот начал постепенно развиваться. То есть, скажем так, Sun Microsystems, MIPS, ARM – это отчасти все выходцы из университетов, то есть те, которые в университетах изучали там вот здесь архитектуру ПДП-11, изучали Unix, потом уже делали свои стартапы и разрабатывали процессоры Spark, MIPS, ARM, и на них уже реализовывали там разные версии Unix. То есть вот такой вот толчок, опять-таки, массовому распространению, массовому развитию операционных систем и компьютерной техники. С другой стороны, мы имеем появление микропроцессоров. Когда два выходца из фирмы TI, Texas Instruments, решили открыть свой стартап, который назвали Intel. Собственно, когда стало понятно, что в принципе уже полупроводниковая техника, то есть микросхемы уже дошли до такой степени развития, что в принципе там уже на них, на микросхемах уже можно делать полностью самодостаточные процессорные устройства. То есть те, которые все компьютерные функции будут выполнять на одном кристалле. Эта идея не была поддержана. То есть понятно, что там они сначала пошли к своему руководству. Эта идея руководством поддержана не была. Но, как обычно, они отделились и открыли и выпустили первый микропроцессор Intel 4004. 1971 год. То есть вот у нас получается IBM 360, это 1964 год. И буквально через пять лет появляется первый микропроцессор. По нынешним временам, конечно же, первый микропроцессор был, ну вот, может быть, в чем-то даже менее продвинут, чем первая ламповая машина. Там у него всего лишь было 2200 транзисторов. То есть основных вычислительных, основных компонентов вычислительных вычислений. Он был построен по техпроцессу 10 микрометров, то есть 0,01 миллиметра. Работал на тактовой частоте 740 килогерц и давал производительность, пиковую производительность, 92 тысячи инструкций в секунду. Ну, нужно понимать, что 92 тысячи инструкций в секунду – это 4-битных инструкций, простейших пересылки 4-бит из одного места в другое. 4400, собственно, 4 означает, что в нем этот процессор мог обрабатывать 4-бита за раз. Сравните с современными 64-битными процессорами. Но, тем не менее, это первый шаг. Intel 4004 считается первым по-настоящему микропроцессором, который в себе уже вобрал все функции, которые есть на современных микропроцессорах. Это вычисление, хранение данных, выполнение программы. Дальше очень быстро появился уже 8-битный процессор Intel 8008. И буквально через 3 года после 4004 появился, собственно, прародитель, в каком-то смысле дедушка всей современной линейки интеловских процессоров – это Intel 8080. это уже был 8-битный процессор тактовой частотой до 2 МГц и, соответственно, с производительностью до 500 тысяч операций в секунду. 8-битный процессор, то есть 500 тысяч операций – это 8-бит, пересылки 8-бит, либо сложение 8-бит друг с другом. Поэтому, что там чем больше размер данных обрабатываемых, тем, конечно же, меньше падла производительность. Но, тем не менее, в нем уже было 6 тысяч транзисторов, и то, что называется техпроцесс, уже был 6 микрометров. Что такое техпроцесс? Если мы дальше посмотрим на характеристики современных процессоров. У них одной из важных характеристик современных процессоров является техпроцесс. техпроцесс – это характеристика линейного размера одного элемента на кристалле. То есть 6 микрометров означает, условно говоря, что один транзистор, расположенный на кристалле процессора, помещается в квадрат 6 микрометров на 6 микрометров. Соответственно, нам нужно разместить много транзисторов. Вот здесь порядка 6 тысяч транзисторов. Нам нужно еще как-то между ними развести проводники для передачи данных. Ну и в итоге мы сформируем вот такой настоящий кристалл процесса. Чем меньше техпроцесс, чем меньше характерный размер одного транзистора на кристалле, тем меньше потребляется электричество, тем, в общем-то, быстрее может работать процессор. Ну и, естественно, тем больше процесс, тем больше элементов мы можем разместить на кристалле того же самого размера. То есть минимум утилизации, больше элементов на кристалле, они более плотно располагаются, повышается производительность, понижается энергопотребление. Пользуясь идеями, вот Intel 8080 в каком-то смысле параллельно, но Intel 88 был первее, появился другой процессор Motorola 6502. Тоже 8-битный процессор. Он знаменит тем, что процессор Motorola 6502 использовался в первых компьютерах фирмы Apple. Ну, если кто видел, есть художественный фильм про появление и развитие фирмы Apple. Соответственно, там, Стив Джобс и Возняк действительно в гараже собрали первый компьютер на элементной базе процессор 6502 плюс 4 килобайта АЗУ плюс алфавитный ценовой экран 40 на 24. И это была уже какая-то такая революция, что компьютер, да, он был очень дорог, но, в принципе, его могло уже себе позволить любое домохозяйство. Ну, как очень часто бывает, собственно, Стив Джобс отвечал за продвижение маркетинга, а все инженерные решения там принимал Возняк, но Возняк же до сих пор, Стив Джобс, к сожалению, умер. Собственно, Apple открывает новую эру персональных компьютеров, когда компьютеры приходят сначала в каждое домохозяйство, потом каждому человеку, потом уже по несколько штук на человека. Понятно, что первые компьютеры персональные далеко не дотягивали до уровня IBM 360 или даже PDP-11, то есть 4 килобайта АЗУ и производительность там несколько сот тысяч операций в секунду, но это никуда не годилось, но, тем не менее, они уже были в каждом доме. И дальше, соответственно, семейство Intel. В 1976 году появляется 6-сантимитный процессор Intel 8086. Он оказался слишком дорог для массового применения, поэтому чуть позже, в 1978 году, по-моему, появляется урезанный вариант процессора Intel 8086, процессор Intel 8088, который внутри был 16-битный, а снаружи был 8-битный, поэтому требовал 8-битной периферии. В конце 70-х, в начале 80-х, в конце 70-х годов, процессор Intel 8088 был выбран компанией IBM для, собственно, своего первого персонального компьютера, который уже вооружившись идеями, то, что противостоировала Apple. В начале 80-х выходит первая персоналка IBM PC, в которой тоже 16-килобайт памяти был процессор 8088, был алфавитно-цифровой экран. Ну, он стоил тоже денег, сравнимых с первыми Apple, и тоже был доступен для каждого домохозяйства. Ну и вообще, конец 70-х, начало 80-х – это бурное развитие вот именно таких, то, что называется домашних компьютеров, персональных компьютеров. Apple, IBM PC, Commodore, Atari, Spectrum – там можно их перечислять, там их много. Каждый из этих компьютеров был основан на… Он не был совместим друг с другом. Каждый использовал свой микропроцессор. Например, семейство Apple использовало сначала микропроцессор, то есть опять 0.2, потом перешло на моторолские 6800. Atari, Spectrum использовали процессоры Z80, совместимые с Intel 8080. IBM PC использовал процессоры Intel 88, 16-битный. То есть там был большое семейство, в принципе, аналогичных по функциональному назначению, ну, чуть-чуть разных персональных компьютеров. IBM PC здесь с технической стороны, в общем-то, ничем не выделялся. У IBM PC была достаточно убогенькая операционная система, MS-DOS такая, так себе. Была так себе оперативная память, была так себе графическая подсистема, то есть конкуренты могли делать лучше. Но что сделала IBM, что могла себе позволить сделать IBM, это открыть спецификации. Опубликовать код BIOSа и просто открыть себе спецификации. Поэтому все сторонние производители получили возможность делать совместимое оборудование. То есть можно было, допустим, там расширять... Слоты расширения появились в IBM PC. Можно было расширять функциональность компьютера, просто доставляя туда слоты расширения, доставляя новые микрочипы. И, в общем-то, вот это вот постепенно привело к доминированию, то есть сначала семейства IBM PC и доминирование семейства IBM PC на долгое время привело к доминированию процессорной архитуры Intel. И вместе с процессорной архитурой Intel на рынке потребительских устройств к доминированию сначала MS-DOS, а потом операционной системы Windows в разных их инкарнациях. То есть открытость. Современное семейство процессоров Intel и AMD, то, что мы знаем как x86 и x64, как раз берет начало с процессора Intel 8086, именно 1976 год. Даже современные... Все современные процессоры могут, в принципе, исполнять без проблем 16-битный код, написанный для тех вот самых первых микропроцессоров 8086. 8086 не был совместим с Intel 8080, но если сравнить программу на языке ассемблера, для этих двух процессоров видно, что концептуально он очень много вынаследовал. То есть вот Intel 8080 заложил основу архитектуры, которые потом были реализованы в 8086 и дожили до нынешних дней уже в рамках x86 и x64. Собственно, в 8080, потом в 82-м году появился процессор 80286, и потом уже в 86-м году, сейчас я уточню когда, появился процессор 80386, который уже был первым 32-битным процессором, который имел размер с того 32 бита, имел регистры 32-битные, и вот эта вот система команд 80386, она до сих пор дожила до настоящего времени, как 32-битный код. Он до сих пор широко используется, до сих пор большое количество программ являются 32-битными программами. Они написаны для процессора, ну так, в целом для процессора, который появился в 86-м году. Ну и дальше развитие, если мы возьмем процессоры линейки Intel, развитие шло непрерывно, оно не прекращается и сейчас, современные микропроцессоры, ну как, продолжают развиваться, они дошли до тактовой частоты 3,5-4 ГГц, начиная там с 500-600 кГц. Содержат несколько миллиардов транзисторов, по сравнению с 6 тысячами транзисторов на первых процессорах, и имеют соответствующую производительность. Вот, например, такая фотография, ну не самого, естественно, современного, но какого-то одного из Intel-овских микропроцессоров. На этой фотографии мы видим типичную структуру современного микропроцессора. Что здесь есть? По сторонам, вот слева и справа, разнообразные устройства управления процессором в целом, то есть схемы управления памятью, схемы управления шиной, управления кэшем, ядрами и так далее. Сверху, снизу расположены вычислительные ядра, то есть вот здесь у этого процессора 10 вычислительных ядер. И посередке расположен процессорный кэш. Причем процессорный кэш L2. Мы видим, что вот, условно говоря, каждое ядро с каждым кэшем образует вот такой вот блок, ядро плюс кэш. Собственно, получается 10 ядер и 10 кэш. При этом у каждого процессора здесь вот, если разведеть, есть свой кэшик поменьше. Это L1 кэш, который, соответственно, хранит более часто используемые данные. То есть видно, что существенную часть площади современных процессоров занимает кэш памяти. То есть об этом мы с вами еще будем говорить, для чего она нужна и какие задачи решают. Ну вот вычислительные ядра, работающие параллельно, плюс кэш, это то, из чего собирается современный процессор. Вот, подводя такую, ну, собирая в кратенькую таблицу итог такой, ну, конечно же, не итог, какие-то вот шаги развития микропроцессоров, вот можно что сказать. Первый микропроцессор Intel 4004 появился в 71-м году, требовал рабочего напряжения 15 вольт, потреблял энергии на 1 ватт рассеивал. То есть понятно, что микропроцессоры, они всю свою потребляемую энергию рассеют в виде тепла. Соответственно, вот это вот тепло нужно еще уметь от очень маленького кристалла процессора отводить. Это отдельная проблема охлаждения процессора. Имел, вот сколько здесь, 2000, сколько тут написано, транзисторов. Габаритный размер, то есть техпроцесс был 10 тысяч нанометров. И размер кристалла был 12 квадратных миллиметров. И вплоть до современного, относительно современного, 2015 год, семейства Skylake. И386 появился в 85-м году, то есть 32-битные вычисления. С тех пор, теоретически, на самом деле, не совсем так, но, во всяком случае, можно взять и 386 85-го года и на нем запустить современную программу. 32-битную она, наверное, должна заработать. 4 миллиарда транзисторов, техпроцесс 14 нанометров, размер кристалла 485 квадратных миллиметров и 8 миллиардов транзисторов на кристалле. Рассеянные мощности современных имплевских процессоров, ну, они колеблются. Рабочее напряжение, вот обратите внимание, что рабочее напряжение все время падает, оно на современных процессорах там типа тоже в районе 1,2-1,4 вольта. И рассеиваемое напряжение примерно там 100-150 ватт. То есть такой современный процессор рассеивает тепло, как хорошая, хорошая, мощная лампа накаливания. современный, вот здесь указан минимальный размер 14 нанометров, ну и в принципе сейчас есть попытки, Intel пока не смог освоить процесс меньше 14 нанометров, там 7-нанометровый процесс пока еще не зашел. AMD вроде смог, но там тоже с этим есть проблемы, то есть и выход годных изделий не очень, и он не совсем 14 нанометров получается. То есть массовый такой широко распространенный техпроцесс в настоящий момент это 14 нанометров. Если мы посмотрим фотографии, сейчас я включусь. Так. Вот вид под электронным микроскопом. Это транзистор. Вид транзистора это интлусский, который создан по технологии 14 нанометров, а это якобы 7 нанометров. То есть они практически одинаковые по линейному размеру. Ну то есть разве что может быть 7 нанометровый чуть-чуть поточнее, если вот так вот приглядеться на него более четкий получается. Но линейные размеры у них почти одинаковые. То есть линейный размер одного транзистора 24 нанометра у интела и 22 нанометра у AMD. То есть хотя там AMD заявляет техпроцесс меньше 14. По факту ничего принципиально нового пока тоже не используется. В чем сложность уменьшения линейных размеров процессоров? Ну вот 14 нанометров это вообще говоря уже мало. Это длина волны ультрафиолета. то есть уже видимый свет длина волны длиннее чем вот эти самые 10 нанометров. Это означает, что техпроцессы, то есть когда обычно исторически чипы делались напылением разного рода вещества, там полупроводники, проводники, полупроводники, проводники слоями напылялись на подложку. С помощью специальной маски, ну просто когда у нас есть трафарет, мы красим например машину или что-то еще по трафарету. То же самое по сути происходит и с микросхемой. Напыляются разные элементы, разные проводящие и полупроводящие элементы и диэлектрические на подложку. Соответственно проблема возникает в изготовлении трафарета. Нам нужен трафарет такой точности, чтобы напыление давало как раз линейные размеры элементов типа 10 в сравнении с 10 нанометром. Для изготовления трафарета такой точности по сути нужно уже использовать рентгеновское излучение. Иначе возникают волновые эффекты, возникают интерференции и дифракции и изображение просто размывается, потому что типовой размер элемента становится сравним с длинной волной. Это возникает масса сложностей с этим, которые, как мы видим, до конца и не определены до сих пор. Посмотрим, как будет дальше все развиваться. Так, вопросы какие-то там возникали у вас, задайте, пожалуйста. Давайте я сейчас остановлюсь на вопросы. Так, сейчас, секундочку. Почему Windows открыта? Во-первых, спецификации открыты, во-вторых, все-таки Windows дала очень важность очень большой ценой, очень болезненно, но Windows в принципе обеспечила совместимость. то есть теоретически даже те программы, которые написаны для Windows 3.11 в середине 70-х, по идее должны запуститься на современном компьютере. А совместимость это очень важно. То есть нам не нужно каждый раз перекомпилировать программное обеспечение, чтобы оно работало на новых типах операционных систем. когда появилось Windows 95 и Windows 2000 потом, Microsoft огромные ресурсы, огромные силы вкладывала в то, что мы бы сказали регрессионные тестирования. То есть брался огромный пул программ, которые были разработаны для IBM PC 16-битных даже еще, и запускался на Windows 95 и пытались гарантировать, что все старые программы будут без изменений работать на новых компьютерах. Это очень важно для проприетарного программного обеспечения, которое распространяется без исходников. Здесь совместимость, аппаратность и совместимость и переносимость программ от младшей архитуры к старшей становится очень важной. Поэтому постепенно, не меняя программного обеспечения, ну и то есть естественным образом заменяя программное обеспечение, мы могли переходить от менее мощных компьютеров к более мощным компьютерам. Так, вот это то, что касается спецификации. Ну, а что касается открытой спецификации, я скорее имел в виду еще более раннее то, что IBM в серии IBM PC это открытый биос, распечатки биоса, ну и открытая спецификация на оборудование, что позволяло делать клоны и совместим оборудование. То есть IBM не запрещал изготавливать клоны IBM PC. Это была очень правильная идея в целом, поскольку клоны плюс сами родные IBM PC приводят к тому, что архитектура распространяется очень широко и в какое-то время становится доминирующей, так как стала IBM PC доминирующей. Аналог вот этого процесса это пиратство. Огромную роль в доминировании платформы Windows, Intel сыграло компьютерное, то, что называется компьютерное пиратство. То, что бралось нелицензионное программное обеспечение, ставилось на MS-DOS, тогда еще там очень мало, ну, относительно мало, даже в Соединенных Штатах далеко не все, естественно, покупали лицензионные программные обеспечения, но именно за счет пиратства компьютерного программное обеспечение распространяется широко и становится доминирующим, то есть какой-то такой вирусный процесс распространения. Поэтому, в общем, я думаю, что Майкрософт во многом должен быть благодарен компьютерным пиратам за то, что они есть. Так, вот, что мы имеем на данный момент по современным процессорам. То есть, вот, как я сказал, 14 это текущий стандартный размер техпроцесса, да, там, вот я сказал, мы видим по снимкам, что 7 это у нас почти то же самое получается, вот, по скорости, по размерам, то есть, такая видимость. Но, тем не менее, процесс идет вперед. Дальше уже и квантовые эффекты, то есть, получается, что уже вполне себе работает туннельный эффект, когда электрон просто утекает из транзистора и из конденсатора и резистора еще туннельных эффектов. Все сложнее, сложнее становится уже уменьшать габаритный размер. Кроме того, сложнее становится наращивать тактовую частоту, поскольку уже и релятивистские эффекты проявляются, поскольку тактовые частоты, гигагерцовые тактовые частоты, они уже там близкие к порогу скорости света. Это уже релятивистские эффекты тоже начинают играть роль. Ну вот, в каком-то смысле процессоры в том виде, в котором мы их знаем, подходят к физическому потолку возможностей, то есть дальнейшее развитие их будет запрошено все с большими и большими трудностями. надо сказать, что примерно это достигнуто еще в середине 2000-х годов, когда более-менее перестал действовать так называемый закон МИРА. Так, это вот обозначение таблицы. Вот как раз про закон МИРА. Есть много разных формулировок этого закона. Самая популярная формулировка, которая вполне себе работала вплоть до середины 2000-х годов, что производительность микропроцессоров удваивается каждые полтора года. Собственно, здесь вот видим, что это все логарифмическая шкала. Прямая логарифмическая шкала примерно удвоение каждые 18 листов. Сам МИР, как один из основателей компании Intel, его формулировал как удвоение числа транзисторов на кристалле каждые полтора года. Собственно, вот это график числа транзисторов на кристалле. Но с точки зрения производительности мы видим, что в общем, где-то начиная с середины двухтысячных, это все вышло на полку. Перестала расти тактовая частота, которая до этого примерно тоже шла параллельно и удваивалась каждые полтора года. Примерно в середине двухтысячных тактовая частота перестала расти. Как мы имели 3-4 гигагерца, так и имеем до сих пор. Примерно перестала расти потребляемая мощность, поскольку тактовая частота перестала расти. И производительность в расчете на одно ядро тоже перестала принципиально расти. То есть за счет произошло некоторое насыщение, скажем так, закон Мура перестал работать, а повышение производительности пошло по другому пути, пошло по пути распараллеливания, когда на одном кристалле мы пытаемся разместить несколько вычислительных элементов и как-то использовать параллелизм работы этих вычислительных элементов. Один вычислительный элемент, одно ядро уже особо и не ускоряется с середины двухтысячных годов. Ну и вот чтобы было понятно, почему это так, то есть нужно углубляться в физику, наверное, что мы не будем делать, но в целом если так вот сформулировать это качественно, у каждого полупроводникового элемента, в частности у транзистора, есть некоторая скорость переключения. Качественно эту скорость переключения можно оценить как вот некоторые характеристики транзистора, ёбкость C на линейные разные размеры, поделенные на рабочее напряжение. То есть чем выше рабочее напряжение, тем выше скорость переключения. Увеличивая рабочее напряжение в два раза, мы можем увеличить скорость переключения транзистора тоже в те же самые два раза. то есть здесь частота фреквенции, поэтому V у нас будет снижение. Но с другой стороны с каждым транзистором, с каждым элементом на нашем кристалле связана некоторая рассеянная мощность. Качественно рассеянную мощность можно оценить следующим качественной формулой. Это ёмкость на некоторый коэффициент, это качественная характеристика транзистора, на напряжение в квадрате и на тактовую частоту. Таким образом рассеянная мощность растет как квадрат напряжения. Увеличив напряжение в два раза, вы скорость переключения увеличиваете тоже в два раза, то есть время переключения уменьшаете в два раза, но потребляемую мощность увеличиваете в четыре раза. Плюс еще здесь тактовая частота тоже ходит как ножки поэтому ну как вы знаете наверное те кто делает overclocking чтобы поднять тактовую частоту приходится поднимать напряжение это очень сильно увеличивает энергопотребление стандартные средства теплоотвода перестают справляться требуется какое-то не знаю либо жидкостное охлаждение либо для самых хардкорных это охлаждение на жидком азоте когда берем выливаем жидкий азот на процессор и тогда его можем разогнать это тоже некоторое физическое ограничение на работу всей полупроводников электроники в частные процессы вы не можете уменьшить напряжение слишком сильно поскольку у вас уменьшится скорость переключения и и вы не можете увеличить напряжение поскольку тогда у вас очень сильно будет вырастать рассеянные то же вот поэтому инженеры должны искать компромиссы вот даже на физическом так ну и несколько слов я хотел бы сказать то есть все это была техника intel но я аналогично md несколько слов на про как сказать правильный российскую технику импортозамещенные что сейчас имеется в наличии здесь вот в россии есть в россии выпускается несколько типов микропроцессоров часть из них условно говоря лицензирована система команд у западных производителей есть микропроцессоры семейства байкал который выпускает микропроцессоры семейства мипс на техпроцессе 28 нанометров ну сейчас скажу как но к сожалению с байкалом буквально в последний год какая-то странная история развивается то есть там всех пересажали и что будет за байкалом вообще говоря непонятно друг точно так же у нас есть отечественными про процессор основаны на архитюре арома лицензированный у нас есть отечественные микропроцессоры основанные на архитюре spark это на самом деле производители московский центр спартехнологий мцст это тоже самый производитель который делает эльбрус и есть так называемый эльбрус некоторые как некоторые заявляют некоторые прорывная технология эльбрус это ну как сказать я ну нужно сказать что это оригинальная система команд оригинальная разработка ни у кого другого она ни с кем не совместима по системе команд хотя конечно же идея не оригинальная и самые продвинутые ну так на настоящий момент чипы семейства эльбрус делаются под технологией 28 нанометров но проблема здесь следующим что в россии в частности в зеленограде производственные мощности рассчитаны на техпроцесс ну здесь у меня отмечено 90 на самом деле по моему освоен 65 нанометров техпроцесс техпроцесс 65 нанометров это уровень 2004 года то есть процессор intel и amd 2004-2005 годов выпускались по технологии 65 нанометров соответственно вот в зеленограде в россии стоит линии по производству полупроводниковых микросхем всех процессов 45 нанометров все что меньше 65 нанометров выпускается за рубежом в частности вот эти вот все процессоры которые выпускаются по технологии 28 они по сути штампуются на тайвань tmc на стандартной полупроводниковой фабрике на тайвань поэтому ну как да это отечественный выпуск но отечественные с некоторой натяжкой штампуются они все-таки за рубежом соответственно заказ размещается за рубежом изготовляются процессоры за рубежом сюда приезжают уже готовый процессор российский самый лучший техпроцесс сейчас 65 нанометров но и как наверное к сожалению можно ожидать что нет никакой ну скажем так наивно рассчитывать что есть возможности по уменьшению техпроцесса вот внутри страны своими силами то есть 65 нанометров это видимо некоторые минимальные что достижим сейчас внутри вот про эльбрус я чуть-чуть остановлюсь позже сейчас много хайпа если с этим эльбрусом связано но к сожалению как мое оценочное суждение что в основном это хайп ну с другой стороны в принципе допустим для специальных применений там для космических или для военных нам в общем не нужно делать микропроцессоры с частотами 3 гигагерца с техпроцессом 14 нанометров вполне себе в ракетах в самолетах во всех таких вот массовых во всех применениях где нужно быть нужно ставить проверенное оборудование в котором которые свойства мы знаем в котором мы уверены что там нет то что называется закладка то есть функциональности которые которые мы не контролируем там в принципе техпроцессор 65 нанометров вполне достаточно ну а с учетом того что например для аэрокосмического индустрии все равно нужны отдельные компоненты по элементной базе и отдельные микропроцессоры ну это все вполне нормально для для нужд вполне хватает то есть не нужно тоже говорить что тут все плохо но нужно понимать что массового рынка массового рынка российских микропроцессоров и полупроводников нет и судя по всему никогда не будет то есть целевое назначение российских микропроцессоров как я уже сказал это специальные применения космос авионика военка секретные всякие там вот такие вещи где очень важно полностью контролировать процесс но с другой стороны как я сказал ну что значит полностью вот полностью на 65 нанометров а если 28 моментов тоже не полностью микропроцессоры семейства intel они вот традиционно развивались у них система команд развивалась то есть хотя в целом система команд 32 битная и 386 дожила до современного этапа с 85 года но нужно понимать что за эти там 30 40 лет было добавлено много новых инструкций там sse mmx какие дополнительные инструкции процессор то есть до система команд в целом одна и та же но она все таки тоже развивалась по мере развития процессор обрастал все большим 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 количеством команд количеством инструкций которые сложным образом кодировались что-то там было совместимо несовместимо то есть система команд и 386 x86 и 64 это настоящий хаос который так вот добавлялся исторически постепенно развивался и 366 не единственный такой процессор многие процессоры развивались по тому же пути и ibm 360 тоже просто добавлялись инструкции в процессорное ядро новые инструкции pdp11 вакс тоже развивались просто пути добавления новых инструкций парадигма была такая что но если основное количество программное впечатление тогда еще писалось на ассемблере то наверное мы хотим делать инструкции процессора которые были бы удобнее для программиста ну например процессор вакс 32 битный имел какую-то очень обширенную систему команд который был 21 режим адресации то есть 21 способ достать аргумент из памяти плюс содержал сложные инструкции вплоть до инструкции добавления в связанный список удаление из связанного списка то есть манипуляция со списками с хэш таблицами вот до такого то есть огромные процессоры помимо по мере развития получали огромные иногда противоречащие друг другу иногда сделаны из разных как бы позиций система команд ориентированных которые были ориентированы на человека даже к началу восьмидесятых годов собственно стало понятно что все ассемблер как язык программирования для массовой разработки уже уходит в прошлое уже закончился а все больше и больше программного обеспечения уже пишется на языках высокого уровня и компилируется компиляторами языков высокого уровня в частности уже появился начало 70-х уже есть операционная система практически unix которая практически полностью написана языки си на языке высокого уровня и это работает компиляторы того же самого сти все ближе и ближе приближается по качеству к коду который пишется вручную то есть необходимость в написании ручного кода даже высоко оптимизированных программ на ассемблер все больше и больше снижается но компиляторы используют относительно небольшое подмножить инструкций ну то есть там допустим на интеллах если мы возьмем там типичный компилятор он может быть используя два десятка инструкций например из нескольких сотен которые есть на системе команд литва то есть очень большое количество инструкций используется либо никогда либо очень редко но а каждая инструкция это место вообще говоря на кристалле это какой-то микрокод который его обрабатывает в процессоре это декодирование инструкции то есть распознавание инструкции в потоке байт который обрабатывает процессор это управляющие устройства которое должно эти инструкции обрабатывать и так далее так далее то есть каждая инструкция в процессоре это усложнение в процессоре это замедление его работы поэтому возникает концепция следующая давайте мы выбросим из системы команд процессора все что не нужно компилятор то есть посмотрим что использует компилятор какие ему режим адресации нужны какие ему нужны основные инструкции выбросим все лишнее за счет этого упростим процессор за счет его уменьшим количество уменьшим сложность схем которые занимаются как парсингом инструкции на входе декодированием инструкции за счет этого может быть сделаем декодирование вообще аппаратным с помощью там аппаратных проверок и ускорим процессор он будет работать может быть на более высокой тактной частоте чем циск процессор будет выполнять больше инструкции за такт и вообще окажется более быстро первый такой вот исследовательский процессор беркли риск это начало 80-х годов показал хороший результат университет беркли ну а соответственно как я уже сказал как обычно это происходит выпускники университета беркли пошли дальше в индустрию и запустили кучу тогда стартапов сразу же большое количество риск процессорных архитектур беркли риск превратился в санспарк дек разработал свою архиттуру альфа hp разработал свою архиттуру называется париск ibm разработал power pc стэнфорд университет стэнфорд разработал архиттуру мипс и кембридж университет разработал архиттуру аром то есть вот получился целая ветвь таких вот разных риск архитектур которые примерно параллельно разрабатывались на основе риск концепции параллельно пошли в производстве ну до настоящего момента наверное вот здесь вот из из ниже перечисленных вполне себе работают три последних спарк в меньшей мере но вот power pc мипс и арм достаточно широко распространены до сих пор и основываясь вот на этих уже процессорных архитектурах основываясь на разных версиях уникса которые тоже вышли из университетов получилось что в начале 70-х годов появилось много так называемых рабочих станций это не персональные компьютеры то есть это не то что у нас условно говоря в каждом домохозяйстве а под рабочими станциями понимался компьютер который стоит условно говоря в офисе который мощнее чем домашний компьютер который позволяет решать большую кругу задач чем позволяет решать домашний компьютер ну и как правило рабочие станции середины 80-х до середины 90-х годов они каждая фирма их разрабатывала на своем семействе микропроцессоров там sunspark ультрас парк по риски айбем ромп разрабатывала и и для каждой вот из этих вот архитур рабочих станций каждая из корпораций разрабатывала свою операционную систему сан разрабатывал операционную систему solaris айбем разрабатывать операционную систему айкс сжай арикс и большие и рабочие станции которые занимаются рендерингом компьютерной графики и жайные в 90-х годах они все работали на мексах на операционной системе арикс но это привело к тому что в начале середины 90-х годов возник целый зоопарк разных версий юнекс систем solaris отдельно родной систем файв юнекс который nt корпорации разрабатывал тоже отдельно hp ux bsd айкс айрикс линекс все они были похожи друг на друга поскольку они имели некоторого общего предка и очень много и конечно же базовый концепт сохранили но они размещались различались деталях в тех то есть каждая фирма новые современные свойства новые современные операционной птицы операционной стены добавила много парад то есть база они были совместимы а вот так вот чтобы максимально производиться получать были тяжности и таким образом рынок unique's я был очень сильно фрагментировать то есть много разных несовместимых друг другом процессора много разных, не совсем совместимых друг с другом операционных систем. Ну и в начале 90-х годов, ближе к середине 90-х годов, на этот рынок рабочих станций, то есть бизнес-ориентированных персональных компьютеров пришел Windows плюс Intel. Появилась операционная система сначала Windows 95, потом Windows NT, потом Windows 2000. Производительность процессоров x86, даже Pentium, появившийся в 93-м году, был вполне сравним по производительности со Spark'ами и очень быстро стал их нагнать и перегонять. Персональные компьютеры были совместимы друг с другом. Они все работали на Windows, они все работали на процессорах Intel. То есть, соответственно, у корпораций пропадала головная боль поддержки всего этого зоопарка оборудования. Ну и поэтому, за счет унификации того, что, по сути, IBM PC, это же целое семейство компьютеров, объединенных общей операционной системой, объединенных общей архитуры Intel, в разных своих производителей, начал стремительно вытеснять Unix-ориентированные рабочие станции. Windows NT уже была примерно по возможностям как Unix, Windows 2000 еще больше приближалась по возможностям. Windows Server в итоге, то, что потом стало Windows Server, стремительно вытеснял разные сервера на Unix. И это, в общем-то, по большому счету, закончило эру Unix, закончило эру рабочих станций и зоопарка архитектур, зоопарка архитектур риск процесса. Но, с другой стороны, понятно, что в основном используется Windows и на платформах Intel. Но, снизу развивались, даже на платформе Intel развивались, и Linux развивался, и разнообразные клоны BSD. При BSD нет, BSD опыта BSD развивались. Ну, они на момент начала 90-х, середины 90-х, ну, вряд ли могли сравниться с операционной системой Windows, и поэтому не могли занять место на рабочих станциях. По объективной причине, что они только начали развиваться. И за ними стояла большой корпорации, какой уже тогда являлась Microsoft. Ну, то есть, появление, гонка Мегагерц 90-х годов, когда тактовая частота и производительность микропроцессоров удваивалась каждые полтора года, и повсеместное развитие Microsoft Windows, в общем-то, положила эру, закончила эру Unix, и закончила эру риск-процессоров Spark, PowerPC, Alpha и так далее. Вот давайте мы на этом месте сделаем перерыв, чтобы потом через 10 минут продолжить. Перерыв. Если вопрос... У нас же 20 минут перерыв должен быть. Нет? Давайте мы сделаем перерыв сейчас. Сейчас 10.50, давайте продолжим в 11 часов. Парашка закончим. Итак, продолжаем. И в итоге получилась примерно вот, условно, примерно такая табличка распространенности разных процессорных архитектур в зависимости по годам. Ну, здесь уже и новые установки. Это не новые продажи, это сколько установленных компьютеров на той или иной процессорной архитектуре. Собственно, мы видим, что начиная с какого-то момента, вот с начала 2000-х, Intel и AMD, то есть x86 архитектура, постепенно вытесняет и убивает все другие архитектуры, Alpha, IBM, HP, MIPS, Spark, все что угодно, у нас, условно говоря, остается только Intel и AMD. И в целом, достаточно популярна была точка зрения, что все уже, Unix уже отжил свой век, риск уже не актуален, Windows плюс Intel завоевает все через, буквально там, через несколько лет. Ну, как мы видим, что это оказалось не совсем так, вот сейчас можно к этому проекту тоже поговорить. И перед этим я скажу несколько слов о переходе от 32-битных к 64-битным вычислению. Ну, то есть, вот уже в 90-х годах было понятно, что есть задачи, для которых и объема памяти в 4 гигабайта не очень хватает, то есть, того, что нам дает, естественным образом, 32-битная архитектура. Ну, и данные растут в размере, и их становится все больше и больше обрабатывать, все удобнее и удобнее обрабатывать уже 64-битными инструкциями, а не 32-битными. То есть, уже в начале 90-х годов назревал переход от 32-битных вычислений к 64-битным вычислению. Ну, а, как я уже сказал, 32-битные вычисления – это IBM 360, это 64-е, то есть, это 60-е тогда. То есть, вот к 90-м годам доросли до 64-битных. И появились первые микропроцессоры, такие топовые микропроцессоры. DEC, то есть тот самый производитель, который выпускал PDP-11 и VAX, выпустил микропроцессор Alpha в 92-м году. И Sun Microsystems, то есть производитель микропроцессора Spark и рабочих станций Sun, выпустил 64-битный микропроцессор UltraSpark в 93-м году. DEC Alpha был в каком-то смысле тоже революционным микропроцессором, что в нем была пересмотрена концепция работы процессора с памятью, то есть была такая ослаблена модель работы с памятью за счет того, что с уровня аппаратуры часть проверки была перенесена на уровень программиста для обеспечения коверенции работы памятью в многопроцессорных системах. Ну, UltraSpark был более традиционным в этом смысле. К сожалению, DEC Alpha постигла печальная участь, что фирма Digital Equipment Corporation была приобретена фирмой Compact, и это положило конец, собственно, линейке Alpha и всей этой линейке PDP-11 и VAX. То есть, условно говоря, фирма DEC, которая когда-то была одним из крупнейших производителей компьютерной техники, проморгала появление и развитие персональных компьютеров, за счет этого потеряла рынок, то есть рынок мини-компьютеров, который занимал VAX и PDP-11 оказался никому не нужным, пришли более дешевые и даже более быстрые персональные компьютеры, ну, и фирме DEC пришел конец этой. Процессор уже есть, и, в общем-то, Intel тоже понимал, что эпоха 32-битных вычислений, наверное, уже подходит к концу, и нужно 32-битную архитектуру x86 чем-то заменять. И Intel поставил такую амбициозную задачу, что мы не хотим тянуть вот этот ведь старый багаж, который у нас начался еще с Intel 8080-74 года, перешедший в x86 78-го года, 76-го года и дальше доехавший до 90-х годов. Вот этот весь багаж мы тянуть не хотим. Мы хотим разработать нечто принципиально новое, нечто революционное, которое в перспективе вытеснит все процессоры семейства x86 и, собственно, перейдет к 64-битному вычислению. То есть Intel, ну, даже в корпорации, в кооперации с Hewlett-Packard искал некоторую принципиально новую замену архитектуру x86, которая тогда уже рассматривалась как устаревшей. И замену было решено искать в системе команды, которая называется EPIC, то есть Explicitly Parallel Instruction Computing. В чем здесь смысл? Ну вот уже даже в 90-х годах появились, у нас уже были процессоры, у которых было несколько функциональных устройств, например, там два устройства в выборке из памяти, три сумматора, одно устройство сдвига, одно устройство умножения. Они все располагались на одном кристалле процессора и, в принципе, могли работать параллельно. То есть я могу, когда вычисляется сложение, я могу еще что-то в это время перемножать и что-то в это время выбирать из памяти. Подход, который реализовывался в Legacy x86, который назывался суперсколяр, об этом мы с вами поговорим, более детально, когда будем x86 рассматривать, заключался в том, что поток инструкции x86, совместимый поток инструкции, вот этот вот, который еще из 70-х нам приехал, он декодировался внутри и как-то с помощью специального устройства управления раскладывался на параллельно работающие устройства. Ну, там хорошо или плохо раскладывается. Была концепция, что давайте мы сделаем такую вот команду для процессоров, в которой сразу пропишем, какие функциональные устройства должны выполнять какие операции. То есть, условно говоря, если у нас на процессоре есть три устройства сложения, два устройства выборки из памяти, то в команде для процессора будет три слота для устройства сложения, два слота для устройства выборки из памяти. У нас получится очень-очень-очень длинная команда. Она имеет размер, например, 128 бит. Вот одна команда, одна инструкция процессора – это 128 бит, и в ней конкретно расписано, какие функциональные устройства процессора должны что делать. Вот эта концепция explicitly parallel instruction computing, где параллелизм вычислений мы записываем в явном виде, программируя конкретные устройства в нашем процессоре с помощью явного указания, какое устройство что делать. И понятно, что нам нужно уметь это делать хорошо, и организацию параллелизма, то есть нам нужно достичь в идеале того, чтобы все функциональные устройства процессора были бы загружены максимально, то есть в каждый момент времени, каждый такт процессора, все наши устройства сложения, устройства доступа из памяти были загружены работой. Эта задача возлагалась на компилятор C, C++, фартера языков программирования, который должен был бы проанализировать программу, обнаружить в этой программе вот такие вот параллельные кусочки, которые можно выполнять параллельно, и разложить эти параллельные кусочки на выполнение на функциональные устройства нашего процессора. Идея простая, идея на первый взгляд заманчивая, то есть мы можем так, наверное, много добиться, того, что компилятор сам преподсчитает, и нам не нужно будет тратить время при исполнении программы на то, чтобы там какие-то вот эти вот, выполнять анализ параллелизма и разбрасывать нагрузку на функциональные устройства. Мы это все сделаем заранее, упростим процессор и ускорим процессор таким образом, за счет того, чтобы у него схема управления будет проще. Концепция простая. Концепция была так или иначе реализована в семействе процессоров Итаниума, который наконец-то появился. Во-первых, выпуск Итаниума задержался на несколько лет. То есть его планировали выпустить, по-моему, в 98-м году, а вот первые процессоры, вот такие массовые процессоры Итаниума, появились примерно в 2000-м году. То есть новая сложная концепция задержала его выпуск. Ну и изначально Intel и HP вкладывали огромные надежды в архиттуру Итаниума. Вот видно, какой был изначальный прогноз продаж, что вот когда мы выходим на продажу в 99-м году, мы там через 3 года будем продавать на 40 миллиардов долларов в год в процессорах Итаниума. По мере задержек прогноз пересматривался, а когда процессор Итаниум появился в продаже, ну, в общем, все пошло не так. В итоге красной линией отмечено то, как реально продавался процессор Итаниума. То есть разные такие голубенькие линии – это прогнозы, а красная линия – это реальная продажа процессора Итаниума. То есть не зашло. Соответственно, Intel и HP вложили огромные деньги в разработку и продвижение этой архитектуры, которая, по большому счету, оказалась никому не нужна. Да, они, конечно, там сколько-то продали, естественно, там какие-то рабочие станции сделали, даже Windows на него портировали. Но почему это случилось? Ну, во-первых, они не смогли дать производительность, производительность, сравнимую даже с риск-процессорами, не говоря уж о X86. То есть Итаниум вначале проигрывал своим конкурентам и PowerPC, PowerPC-64, и Alfa, и Spark. То есть эта проблема постепенно решалась, но вот изначально низкое производительство, конечно же, время потеряли на это. Вторая очень важная проблема, что Итаниум, ну, естественно, его так хотели сделать, он был несовместим с X86. То есть Intel хотел похоронить архитектуру X86 как Legacy, как устаревшую архитектуру, и перейти в какой-то светлый мир будущей архитектуры Итаниума. Но поскольку у всех были программы на Windows на X86, все хотели выполнять программы на X86. Intel пытался дать ответ, что вот у нас есть эмулятор, который на Итаниум процессоре будет пытаться эмулировать программы на X86, что без перекомпиляции. Но технологии эмуляции на тот момент просто были недостаточно развиты, чтобы давать, ну, сколь-нибудь приемлемую производительность. То есть не получилось в режиме эмулятора выдавать хорошую производительность X86 программы. Эмуляторы были плохие. Кроме того, ну, чтобы ответить на этот вызов, чтобы все-таки уметь исполнять X86 программы, в более последних моделях процессоров Итаниум Intel просто стал устраивать обычный X86 процессор. Помимо Итаниумных ядер, там появился X86 процессор, который отвечал за исполнение X86 программ. Ну, что понятно, что как бы идею с тем, что X86 умрет, полностью убило на корне. Очень важная проблема возникла, что компиляторы оказались неспособны сгенерировать качественный код. То есть, скорее всего, по фундаментальным причинам тот код, который генерировали компиляторы, не позволял в достаточной степени загружать все функциональные устройства. То есть компиляторы очень часто генерировали код, в котором многие функциональные устройства просто были забиты инструкцией ничего не делать. Условно говоря, то есть там одно-два функциональных устройства работали, остальные простаивали. И в этом смысле производительность Итаниума, Эпик процессора, она ничем не отличалась в лучшую сторону, никакого параллелизма не было. Это было даже примерно на уровне несуперсколярных X86 процессоров. То есть еще до того момента, когда суперсколярность повсеместная была внедрена. Ну, а, наверное, основная причина, почему Intel и Итаниум не пошел, потому что подсутился AMD, взял кривую, устаревшую архитектуру X86 и минимальными изменениями добавил в нее 64-битные команды. То, что мы сейчас знаем под именем по-разному называется, AMD64 либо X86-64, вот это вот 64-битный набор команд. Этот набор команд сделан фирмой AMD, как расширение набора инструкций Intel 300-битного. И AMD первый выпустил 64-битный процессор, ну, как сказать, уже, наверное, не на Intel-овской системе команд, а совместимый с Intel-овской системой команд. Этот AMD процессор умел исполнять старый 32-битный код, он умел переключаться в 64-битный код, то есть проблема совместимости была решена, но если мы хотим получить больше перформанса, мы могли исполнять программу в 64-битном режиме, и, естественно, все фичи 64-битного режима использовать. И это очень сильно подорвало позиции фирмы Intel. То есть, Итаниум оказался никому не нужен, у Итаниума он не продавался, AMD очень хорошо набирал продажи за счет AMD64. Intel, ну, что делать? Intel начал копировать AMD, позаимствовал Instruction Set у AMD и начал себя внедрить. Поскольку это он сделал в попыхах торопясь, это все работало плохо, то есть, Pentium 4, это вообще крайне неудачная архиттура у Intel была. То есть, Intel таким образом потерял примерно, ну, примерно 8 лет своего развития, пропустив вперед фирму, на какое-то время пропустив вперед AMD. Вот график Market Share Intel x86 архитектур между процессорами Intel и AMD. Дальше вот мы видим, что, тем не менее, Intel смог отыграть свои позиции за счет архитектуры Core 2, за счет более современных архитектур, все-таки смог отжать свою рыночную долю примерно там 70%, и примерно 60-70% эта доля до сих пор между Intel и AMD сохраняется. То есть, если этот график мы продолжим дальше в настоящее время, вы можете его найти, легко найти в интернете, там это будет так примерно и будет. Intel держится вот на уровне 60-70%, AMD, соответственно, держится на уровне 30-40%. Ну, там. Вот сейчас там Intel тормозит с техпроцессом 7, но AMD выпустил техпроцесс 7, но это вроде бы не 7. Ну, и то есть, какие-то флуктуации есть, но, в принципе, Market Share, он таким и держится до сих пор. Ну, то есть, эта история, получается, того, как огромная корпорация просто не просчитала ошиблость в развитии, потеряла, ну, там, наверное, от 7 до 10 лет развития и почти проиграла рынок. Все-таки не проиграла, потому что сумела в уровне перестроиться, но, тем не менее, результат показатель. Вот, как я там сказал до этого, вот, в 2000-е годы все, риски никому не нужны. Windows наше все, Intel наше все. В общем-то, перспектива просматривается так. Пока в 2007 году не происходит новая революция, которая полностью переворачивает более-менее все, то есть, полностью смешивает карты. Процессоры ARM, которые были все время, первые процессоры ARM появились в 92-м году, они тоже развивались, то есть, это риск процессора, которые, ну, как-то там развивались параллельно процессорам Intel, конечно, были менее популярны, чем Intel, но развивались. Отличительное свойство более-менее всех риск-процессоров, в частности, и процессоров фирмы ARM, это низкое энергопотребление. То есть, производительность процессоров ARM росла, употребление оставалось низким, и в какой-то момент это позволило уже делать полноценные операционные системы с полноценным пользовательским интерфейсом, которые будут работать приличное время, вплоть до суток от аккумулятора. То есть, появилось то, что мы сейчас называем смартфон. По сути, смартфон – это полноценный компьютер, у которого внутри полноценная операционная система, у iPhone это iOS, по сути, та же самая операционная система, что MacOS, на ядре MacOS. У Android это Linux, которые позволяют работать от аккумулятора вплоть до суток, даже несколько суток позволяют работать от аккумулятора, если ничего особо не запускать. То есть, с одной стороны, развитие технологий, аккумуляторных технологий, развитие технологий накопления энергии, с одной стороны, с другой стороны, развитие процессорных технологий, ускорение процессоров при сохранении низкого энергопотребления, позволили, они пришли в такую точку, что мы можем иметь полноценный компьютер, работающий от аккумуляторов в приличное время. И, что самое главное, компактно. В 2007 году Apple представляет iPhone, в 2007 же году Google представляет Android. Я так подозреваю, что без шпионажа тут не обошлось. Все они друг у друга пытаются утащить, кто чем занимается, поэтому выпустили примерно одно время. И iOS и Android построили свои смартфоны на основе процессорной линейки ARM. И это, опять-таки, полностью изменило картину. С 2007 года, то есть уже, получается, 13 лет происходит бурный взрыв мобильных устройств, бурный взрыв смартфонов. И к настоящему времени, ну то есть вот у меня картинка на 2016 год, например, доля новых процессоров, выпускаемых в год, на 2016 год процессоры семейства X86 занимали 45% рынка новых процессоров. Процессоры семейства ARM занимали 37% рынков новых процессоров, которые идут в смартфоны. Если учесть, что ARM идет не только в смартфоны, а ARM идет в всякие разные контроллеры, то есть, по сути, микропроцессоры семейства ARM стали самыми массовыми микропроцессорами. То есть они обошли интеловские микропроцессоры по массовости. Тут здесь эта табличка для процессоров общего назначения. Ну и остальные процессоры MIPS, Power, AS и прочие где-то там плетутся со своими скромными 5-6%. Надо сказать, что Microsoft во второй раз проморгала революцию. В первый раз Microsoft прозевала интернет и вскочила в поезд интернета уже слишком поздно. И отпустила вперед всякие корпорации типа Google, Amazon и прочих. Второй раз Microsoft проморгала мобильную операционную систему. Microsoft сделал попытку выпустить мобильную операционную систему Windows Mobile. Но это уже было поздно, год я сейчас не вспомню. И уже на фоне доминирования iOS и Android Windows Mobile в общем оказался никому не нужен. Да, какое-то время были, пытались приложения развивать и на Windows Mobile. Но зачем, если все консюмерские устройства это либо iPhone, либо что-то под Android. Поэтому вот планом завоевания мира от Microsoft на мобильной платформе в общем-то сбыться не удалось. Да, ну и вот тут вспомнили Nokia. Да, еще заодно Microsoft выступил могильщиком Nokia. Похоронил Nokia. Но надо сказать, что Nokia сама виновата. Nokia точно так же прозевала взрывной рост Android. То есть у нас произошла революция. Условно говоря, до появления Android Nokia была абсолютным и подавляющим лидером на рынке сотовых телефонов. Пришел Android, Nokia смыла. Сейчас там, соответственно, ее место занял Samsung. Ну, то есть, а что будет дальше, никто не знает. Все, приходят новые концепции, новые парадигмы, которые полностью меняют то, как выглядит рынок и что на нем дорабатывают. Что на нем доминирующие тренды и компаний, и операционной системы, и так далее. Так, вот процессорные архитектуры. Собственно, если мы говорим о рисках, ну, в целом, более-менее, весь процессорный мир сейчас состоит из x86 и рисков. Других не циск, других циск архитектур, кроме x86, ну, почти не осталось. Есть 8051, наверное, ну, такой совсем нишевый. Если мы посмотрим на риск процессора, у нас есть ARM, доминирующий на рынке мобильных устройств, ну, и вообще, наверное, доминирующий. Есть MIPS, которые используются в PlayStation'е и используются в домашних маршрутизаторах, вот этих всяких, которые у нас дома стоят. Есть семейство AVR-микроконтроллеров, которые всякие AVR-8, AVR-32, которые там low-end микроконтроллеры. И Spark, ну, несколько лет назад еще как-то встречался в суперкомпьютерах, сейчас, наверное, его там тоже нет. В нишу суперкомпьютеров как-то там живет PowerPC, процессор. Что-то там пытается на нишу компьютеров вылезти ARM, но в основном, конечно же, в нишу суперкомпьютеров, в этом мире, x86. Архитура ARM сейчас пытается выйти на рынок, собственно, персональных компьютеров. Фирма Apple вроде бы как объявила о том, что она планирует отказаться от процессоров Intel и, очевидно, перейти на процессоры ARM. Но вот когда это будет, насколько хорошо у нее получится, это все мы посмотрим. То есть ARM уже действительно уже устаящая архитектура, для которой все есть. Ну, вот посмотрим, как это будет, как это у нас будет по производительности сравнимо с архитектурой Intel. Значит, если вам написали, что там все очень круто, делите это на 100. Всю рекламу нужно делить на большой коэффициент. Естественно, любой и Intel, и Mac вам будут описывать, что у них архитектура уже лучше всех, что она обгоняет i9, что вообще все там круто, все бегом на ARM. Ну, посмотрим. В любом случае, непосредственно доминированию Intel в обозримом будущем вряд ли что-нибудь угрожает. Поскольку MacOS, он все-таки нишевый, в большей части, то есть он небольшой, ну, такую приличную, но долю занимает x6, в обозримом будущем будет доминировать. Ну, опять-таки, никто не знает, что будет потом. Я не буду здесь делать какие-либо подсказания. Ну, вспоминая про Apple, это вторая смена архитектуры, которая была в 2000-х. Apple отказался от PowerPC и перешел на архитру Intel. Это было воспринято очень болезненно именно фанатами архитуры PowerPC, поскольку, по сути, ну, это очень сильный удар был по архитуре PowerPC, что Apple отказывается от PowerPC и переходит на Intel. Ну, теперь он, собственно, отказывается от Intel и переходит на ARM. Очень хорошо. Будем, что называется, будем наблюдать. Так, и возвращаясь к, вот, пару слов я вот про Итаниум как-то говорил, я пару слов добавлю. Я здесь упомянул, собственно, новую, якобы прорывную архитектуру Эльбрус, которая у нас там была разработана Бабаяном со товарищей. На самом деле Эльбрус, нельзя сказать, что это клон Итаниума. Безусловно, нет. Эльбрус – это оригинальная архитектура, но разработанная по тем же самым принципам, то есть это EPI и VLIF, по которым был, получается, 20 лет назад разработан Итаниум. Итаниум не взлетел из-за проблем с компилятором, в первую очередь, в главную суть, что компилятор не может генерировать код соответствующего качества. По большому счету, ничего за это время не изменилось. И нет оснований предполагать, что процессор Эльбрус взлетит. Именно, ну, по моему оценивающему суждению, потому что он основан на архитуре, которая показала свою нежизнеспособность. Это не значит, что он не будет там как-то использоваться. Он будет использоваться, естественно, в военных применениях, то есть там, где цена не важна, там, где, собственно, главное, чтобы была какая-то разумная производительность, и главное, чтобы была защищенность, и главное, чтобы было понятно, что там нет никакого, никаких закладок. Но успеха я бы от Эльбрусов далеко бы не ждал. К тому же, к сожалению, разработчики все очень сильно огораживают. Получить доступ к Эльбрусу сложно. Никаких бенчмарков они официально не публикуют. Никаких толковых результатов сравнения Эльбруса с тем же самым Интелом нет. И что это будет, непонятно. Точнее, непонятно, что это будет, что это будет некоторая закрытая архиттура для специальных применений. Поэтому Эльбрус, скорее всего, мертворожденный, сделанный на негодных принципах. Итак, и последнее. Что такое микроконтроллер? Собственно, вот когда мы, в частности, говорим об ARM-процессорах, или когда мы говорим о тех процессорах, которые встраиваются уже в всякие оборудования, там, стиральные машины и чего угодно, то там, скорее, будет не микропроцессор, а микроконтроллер. Микроконтроллер – это как бы компьютер на чипе. То есть в микроконтроллере есть процессор, сразу же там есть АЗУ, сразу же там есть постоянное запоминающее устройство, то есть некоторая программа, которая прошивается, и которую можно перепрошивать, да, но которая там зашита уже на самом процессоре. Есть уже разные коммуникационные интерфейсы подведены к нему, то есть на аппаратном уровне реализованы разные интерфейсы обмена данных. Таймеры, аналого-цифровые преобразователи, то есть это некоторый такой, микроконтроллер – это некоторый готовый компьютер, который готов решать задачу управления оборудованием. Он обычно, в нем ограниченный набор, ограниченная память в нем обычная, в нем может быть там не очень высокая тактовая частота, например, микроконтроллер АВР работает на тактовой частоте 8 МГц или 16 МГц. Этого для общего назначения, конечно же, может быть недостаточно, но для управления оборудованием этого вполне достаточно. И там все в одном флаконе. Внутри каждого микроконтроллера есть микропроцессор, в том смысле, в котором мы его понимаем как микропроцессор, то есть это устройство, которое исполняет программу, записанную где-то в памяти, которая может легко меняться. И более общий термин – это называется SOC – System on Chip. Тогда, когда мы на одном чипе интегрируем все, по сути, всю периферию, которая у нас есть у компьютера. То есть мы можем на чипе разместить оперативную память, на чипе сразу же разместить графические ядра, может быть несколько штук, на чипе разместить кэш, как обычно, несколько ядер, оперативную память, какие-то устройства управления. То есть у нас то, что раньше было разбросано по материнской платы отдельно, планки памяти отдельно, контроллер внешних устройств отдельно, процессор отдельно, все это собирается на одном чипе, на одном кристалле. Такая тенденция есть уже давно. Intel сейчас, все Intel сейчас уже содержат интегрированные GPU на чипе. ARM, естественно, содержит очень много интегрированного оборудования на чипе. В частности, то, что мы видим в смартфонах, там, как правило, System on Chip, который внутри себя содержит практически все, кроме чипа, отвечающего за GSM-связь. Ну, как я сказал в прошлый раз, чип, отвечающий за GSM-связь, это проприетарный чип, в котором с закрытой прошивкой, который, вообще говоря, непонятно, что делает, и который просто так вам даже не дадут. А все остальное в смартфонах вот на основном процессорном чипе находится. Так. Вот это вот краткий обзор процессоров, процессорных архитур, ну, и основных тенденций. Я еще раз повторюсь, что я не буду здесь утверждать, что там все будет как-то развиваться так, как развивается сейчас. Этого никто не знает. Вот каждый год нам приносят что-то новое. Intel, точнее, Apple пытается перейти на ARM, даже для ноутбуков. Ну, посмотрим, как это все будет. Может, что-то новое появится опять-таки. То есть, все развивается. Мы видим, что было несколько смен парадигм в процессе развития, несколько смен технологических лидеров, IBM, DEC, Intel, какое-то время AMD, снова Intel, ARM. Они все меняются, и развитие не стоит на месте. Но, с другой стороны, как я уже сказал, у нас мы подходим к, ну, или подходим, или вплотную подошли к физическому пределу развития миниатюризации чипов. То есть, тот же самый техпроцесс 7 нанометров уже вплотную подходит к физическим возможностям и полупроводниковых материалов, и производства вот этих полупроводниковых материалов. Я этот момент пропустил. Сейчас тоже могу несколько слов сказать. Ну, собственно, вот я здесь сказал несколько слов про то, что сейчас у нас российские микропроцессоры, но они же тоже не на пустом месте возникли. Получается, что вот в Советском Союзе был БСМ-6, а потом какой-то после БСМ-6 наступил, вот может так показаться, какой-то, ну, не знаю, провал, не провал, в общем, было ничего. Пока не появился Эльбрус. Ну, это не совсем так. Какие-то микропроцессоры, конечно же, зарабатывались, но начиная с начала середины 70-х годов микроэлектронная промышленность, которая была в Советском Союзе, она перешла на выпуск клонов клонов архитектур западных. Это были клоны IBM 360, которые у нас были под именем DSVM. Это были клоны DEC 5.5.19, которые у нас выпускались под именем SMVM. И это были клоны суперкомпьютеров, которые у нас выпускались под именем, то есть первый Эльбрус, который появился в конце 70-х годов, ну, там острые языки, его даже называли Эльбарус, поскольку, ну, как бы острые языки говорили, что он слизан с американского суперкомпьютера Барус. Эльбрус. Я не уверен, ну, есть разные точки зрения на этот счет, но очевидно, что там была какая-то глубокая заимствована, скажем так. Авторы современного Эльбруса, Бабаян, конечно же, это отрицают. Они утверждают, что у них разработки были полностью уникальные, но не знаю. В середине 70-х годов Советское Союз переключилось на выпуск клонов. Это, вот, вы можете, наверное, найти какие-то неоднозначные оценки вот этого переключения, то есть бывает такое, можно найти такое мнение, что выпуск клонов IBM, клонов DEC подорвал электронную промышленность и привел к тупику, к дальнейшему тупику всю электронную промышленность. Ну, я так скажу, что очень часто эта точка зрения излагается теми же самыми людьми, которые утверждают, что американцы на Луне не были, так что, ну, тут нужно с осторожностью к этому относиться. Но правда здесь скорее будет такая, что к началу 70-х годов уже стало понятно, что отставание микроэлектронной промышленности усиливается и усиливается. То есть, опять-таки, если мы посмотрим по датам, 64-й год IBM анонсировал выпуск уже IBM 360 на микросхемах, в то время как в Советском Союзе еще выпускается БСМ-6 на транзисторах. И отставание усиливалось. Отставание усиливалось и по электронной базе, и отставание усиливалось по химической базе, то, что не получалось сделать материалы такой же степени очистки, которые необходимы для качественного производства микропроцессора. Более того, отставание нарастало и в области прикладного программного обеспечения. То есть, когда появился IBM 360, появилось огромное количество прикладного софта, бухгалтерского, прочего, учетного, расчетного, какого угодно, которое было разработано для IBM 360. В силу того, что не было единой архитектуры в Советском Союзе, не было такого единого банка софта, который бы, очевидно, потребность к которому тоже ощущалась. И я думаю, что, учитывая то, что вот опять-таки начало 70-х это болезненный проигрыш в лунной гонке, когда Советский Союз проиграл высадку на Луну, было принято решение, что давайте мы перейдем в догоняющую траекторию, я скажу политкорректно, позаимствуем американские архитектуры и американское программное обеспечение и таким образом дадим импульс массовому внедрению компьютерной техники в экономике Советского Союза. Вот цель массового выпуска и массового внедрения компьютеров в целом была достигнута. Именно компьютеры серии ЕС и СМ массово выпускались и массово пошли в советские везде в предприятии пока уже там позже не были вытеснены уже IBM PC то есть нового поколения. Но с другой стороны да оригинальные разработки на этом да закончились к сожалению. И дальше Советский Союз стал копировать микропроцессоры Советский Союз скопировал микропроцессоры 8080 8086 8088 максимум что Советский Союз смог скопировать 80 и 186 дальше не хватило возможностей которые были на тот момент. Поэтому вот нужно и нужно подходить к этому адекватно что копирование это хорошо когда ставится цель скопировать и улучшить но к сожалению отставание все нарастало и нарастало и ликвидировать его так и не удалось. Когда было принято постановление о том что нужно скопировать ЕСВМ ну во-первых были позаимствованы все программы то есть промшпионаж здесь вполне постарался утащил все схемы утащил все программы и огромные коллективы наших программистов просто сидели в детские сады под них выделялись то есть огромные помещения выделялись им давали распечатки программного обеспечения так сказать позаимствованного и они его разбирали и адаптировали под патриалии соответственно клонов ЕСВМ которые выпускались в Советском Союзе то есть ресурс весь программистский ресурс по сути тогда был переключен на адаптацию программного обеспечения разработанного на Западе к серии ЕССМВМ поэтому вот увы оно так не сложилось и к сожалению нет причин надеяться на то что ситуация в микроэлектронной разработке радикально изменится по крайней мере в обозримом будущем так это наверное то что я хотел сказать про обзор микропроцессоров если есть у вас вопросы пожалуйста задавайте вопросы еще раз я подчеркну что стране нужно нужно свое производство микропроцессоров здесь нет ни слова о том что вот это все не нужно вот это все надо выпилить и все закупать закупать нет все производство микроэлектроники нужно и очень хорошо что мы производим микроэлектронику пусть даже лицензированные спарки лицензированные армы лицензированные липсы это в этом нет ничего плохого это нужно только развивать и продолжать вопросы пожалуйста да есть вопросы так ну окей значит давайте что еще можно у нас осталось наверное сколько у нас осталось примерно полчаса давайте мы перейдем сейчас сделаем двух минут на перерыв и продолжим дальше и перейдем к более техническим вещам я бы хотел чуть-чуть обсудить такой момент как распространение или передача сигнала цифровой электроники вообще цифровая электроника это электроника ну я так позволю сказать напряжение то есть если вы помните физику на что я так не очень конечно рассчитываю но хоть как то то вы наверное помните что у нас есть закон ома для постоянного тока который связывает падение напряжения сопротивления и протекающий ток у нас есть два главные главных характеристики собственно электрической цепи это напряжение то есть разность потенциалов которые там и ток который по ней протекает если у нас цепь постоянного тока то понятие что постоянный ток по всей цепи с учетом законов киргофа и так далее есть у нас есть а переменный ток то ток как-то допустим синусидальный переменный ток там сила тока и напряжение меняется по закону синусоид от времени так вот цифровая электроника это вся электроника про напряжение то есть сигнал в цифровой электроники передается различными уровнями напряжения на концах проводника например если мы хотим передать единичку от передающей стороны на приемную сторону то мы на передающей стороне выставляем некоторое высокое напряжение которое вот здесь вот на этой диаграммке обозначено где-то там от 2 до 5 вот по закону оба у нас идет по проводнику от источника к получателю идет небольшой ток и у нас есть некоторое падение напряжения на принимающей стороне напряжение чуть-чуть падает за счет того что проводника есть сопротивление но тем не менее оно все равно остается в некоторых рамках приемлемых для распознавания того что у нас пришел единичный сигнал то есть единичка это уровни напряжения вот здесь отмечено от 2 до 5 вольт нули это уровни напряжения от 0 до 0 8 и на приеме соответственно принимающая схема рассматривает напряжение от 2 2 7 до 5 как единичку и от напряжения от 0 до пол вольта как ну если мы говорим о цепях таких вот постоянного тока то ноль это такое понятие относительное то есть это уровень относительно там какой-то земли относительно уровня там аккумулятора или любого источника питания в любом случае напряжение вот мы замеряем уровни напряжения соответственно естественно что при любой передаче сигнала у нас будут задержки связаны и с тем задержка распространения сигнала это скорость скорость передачи импульса в проводнике и задержка нарастания испадания фронта вот идеальный сигнал который мы передаем по проводнику он умеет иметь такую форму прямоугольника в идеале сигнал с 0 до единички нарастает мгновенно держится ровно на уровне единички и падает с единички до 0 тоже мгновенно на практике конечно так никогда не происходит сигнал падает постепенно то есть в какой-то момент он начинает уровень напряжения какой-то момент начинает падать потом пока не переходит границу распознаваемой единицы болтается в некоторой серой зоне между единицей и нулем и пока не приходит в напряжение нуля и наоборот нарастает тоже постепенно от уровня нуля какое-то время находится в серой зоне не распознаваем пока не приходит в уровень единички и будет распознаваться как единичка на диаграммах вот эти вот переходные процессы они увидите обозначаются вот абстрактно обозначаются вот такими вот наклонными линиями то есть вместо вот такого вот прямоугольничка как в идеале мы имеем вот вот какие-то вот плавное нарастание и плавное спадание уровня сигнал как я сказал вот эта плавность она зависит от напряжения то есть чем выше напряжение тем быстрее переключается транзистор тем резче нарастает уровень сигнала во-первых и во-вторых ну да плавность зависит от напряжения ну и понятно что вот если у нас время переключения занимает вот переключение с нуля на единицу занимает такое время то мы не можем уменьшать длительность сигнала то есть мы рано или поздно дойдем до такой длительности что длительность окажется меньше что сигнал просто не успеет нарастить до единички и обратно пойдет сбрасываться это естественное ограничение нашей просто того что у нас физически переходные процессы в проводнике и в входных и выходных транзисторах условно считают что время падение сигнала два раза меньше чем время нарастания сигнал то есть сигнал падает два раза быстрее чем нарастать но на уровне теограмм они все они все рисуются наклонными линиями одного уровня наклон вот еще раз если пройтись по свойствам полупроводниковых транзисторов и прочих элементов еще раз повторю что у нас скорое время падения напряжения от единицы до ноль обратно пропорционально прикладываемого напряжению а рассеиваемая мощность прямо пропорционально тактовой частоте и квадрату прикладываемого напряжения соответственно вот конечно у нас не факультет радиоэлектроники но даже как те кто работал с компьютерами понимаю что насколько важно правильно соединить компоненты соответственно есть такая шутка что электроника это наука соединениях если что-то в электронной схеме не работает то это как правило бывает по двум причинам либо есть контакт там где его быть не должно то есть есть замыкание либо нет контакта там должен быть то есть нет контакт либо замок либо замкнута либо наоборот разом какая-то схема поэтому нас компоненты электронные компоненты не работают и сигнал либо не проходит либо сигнал наоборот шортит на нашем уровне же на уровне собственно использования вот этих вот электронных компонент нам в общем-то важно понимать принципы подключения электронных компонентов по каким принципам они подключаются поскольку от этого зависит протоколы а уже протокол взаимодействия это уже скорее даже программная часть то есть это относится к к операционным системам компьютером вот протоколе части естественно что протоколы зависит того каким способом подключаются компоненты есть два принципиально разных способов подключения компонентов первый это так называемый point to point подключение когда у нас есть два end point а отправитель и получатель и они просто связаны парой проводов парой или несколькими проводами только они то есть сигнал отправляемый с отправителя идет предназначен только получателю и наоборот если получатель принимать сигнал соответственно он пришел только от отправителя таких ну интерфейсов таких достаточно много point to point интерфейсов например обычный ethernet проводной которая розетка g45 это пара он вполне себе является point to point поскольку мы соединяем один компьютер с устройством коммутатор с хабом соединяем по point to point соединяем дальше уже там хаб как то коммутирует данные которые отправляются наш компьютер коммутирует на другие устройства за это все отвечают протоколы уровня ethernet это отдельная тема сетевое взаимодействие но здесь важно понимать что это протокол типа . . у протоколов типа . . есть много хороших свойств самое главное что они могут быть асинхронные то есть отправили данные получили данные отправить или получать или не обязаны как-то синхронизироваться они могут синхронизироваться по времени там например в момент начала отправки вполне возможно то есть у них могут часы идти по разному там допустимых пределах все это не влияет на качество связи между а point to point соединения еще кроме того гальванически развязываются ну что это значит это значит что электрически компьютер который отправляет данные электрически не соединен с компьютером который принимает то есть если вы у вас происходит короткое замыкание условно говоря в сети передачи данных компьютер от этого не страдает потому что ток он течет только в ну только в передающей среде и не втекает в компьютеры ну в компьютеры которые обрабатывают получение или отправление поэтому у нас здесь они могут быть даже не заземленные они могут быть там на разное напряжение настроены никаких проблем с передачей данных это вызывать не будет ну понятно чем плохо чем плохое подключение типа точка-точка у нас чем больше устройств тем больше нужно проводов на каждое подключаемое устройство нужно по отдельному проводу и если вы посмотрите ну вот ту же самую разводку кабелей вы видите что у вас есть огромные коммутаторы хабы которым подходят десятки и сотни просто витых пар и которых еще нужно как-то потом до оконечных компьютеров развести то есть существенно вот эти все все провода витых пар которые потом у вас разводятся по конечному устройству они занимаются существенное место они идут толстым 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 шлейфом и просто много места для того чтобы даже их физически разместить вот один из простейших примеров point-to-point соединения это протокол UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter то есть универсальный асинхронный прием передач для приема передачи данных нужно три провода это ну вот общий ноль который просто нужен для отмерения уровня единички передаваемого по проводнику проводной передачи и проводный прием соответственно передачу одного устройства подключается в прием другого устройства и наоборот самый простейший вот самый простейший коммуникационный способ подсоединения двух компонентов ну вот реальный пример использования UART для связи микроконтроллера вот здесь вот у меня слева Raspberry Pi на котором установлен Linux который подключен уже в обычную сетку по кабелю RJ45 а здесь тоже ARM среда для разработки то есть девборда которая соединяется с инструментальным компьютером по протоколу UART соответственно я могу грузить операцию здесь не требуется никакой сети здесь не требуется никакого монитора не требуется ничего я могу грузить операционную систему сразу же получать собственно лог загрузки Linux по протоколу UART у меня будет консоль линуксовая по протоколу UART я в принципе могу работать с этим компьютером когда он загрузится вот просто вот таким простым соединением могу ядро отлаживать смотреть как ядро грузится то есть такой вот минимальный протокол с помощью которого я могу управлять даже загрузкой вот загрузкой моей операционной системы вот UART питание ну просто здесь питание не включено чтобы провода фотографии не заслоняли здесь вот разъем питания 1 разъем питания 2 естественно как работает UART UART один из самых старых протоколов взаимодействия но вообще существует и используется до настоящего времени протокол RS-232 по сути стандарт RS-232 это по сути протокол UART и как legacy вот эти вот циферки скорости UART они встречаются много где вы их можете например когда открываете пути там у вас будут вот эти вот циферки скоростей это все legacy от того что это все может работать по UART протоколу для того чтобы связать две стороны по UART протоколу нам нужно во-первых договориться о скорости связи минимальная скорость там что-то там типа 300 бит в секунду ну реально сейчас используется 1200, 9600 или 38400 бит в секунду или даже 119 сколько там бит в секунду то есть две стороны должны договориться о том с какой скоростью они будут получать и принимать данные то есть с какого-то стандарта здесь в принципе вариантов выбора не так много мы можем их перебрать пока оно не заработает кроме этого стороны договариваются о том будет ли или будет ли бит паритета будет ли бит счетности сколько битов стартовых сколько битов стоповых как происходит передача данных по UART протоколу ну у нас передающая сторона просто электрический со мной с принимающей у нас есть уровень нуля и в норме передающая сторона всегда держит уровень единички на передающей стороне и принимающая сторона тоже держит уровень единички это полезно когда мы просто можем понимать что у нас произошел разрыв сети то есть разрыв связи произошел и у нас на принимающей стороне возник ноль нормальная ситуация когда в проводнике передающем данные держится в логическом уровне единицы. Если отправитель хочет передать данные, то отправитель передает так называемый стартовый бит, продолжительность которого полторы длительности нормального обычного бита. То есть если у нас скорость 1200, то там мы можем посчитать, сколько у нас времени должна занимать передача одного бита. Соответственно, стартовый бит в полтора раза дольше. Принимающая сторона видит, что уровень напряжения на входе упал, и таким образом принимающая сторона понимает, что началась передача данных. При этом принимающая сторона не обязана все время следить за уровнем напряжения на входе. Принимающая сторона может периодически его отпрашивать. Главное, чтобы частота опроса была в два раза больше, чем скорость передачи данных. Тогда, опять-таки, гарантируется, что какой-то опрос поймает состояние ноль, и принимающая сторона перейдет в режим приема данных. Неважно, в какой момент начало передачи принимающая сторона зафиксировала ноль, вот длины полтора бит достаточно, чтобы передающие и принимающие сторона синхронизировались. После этого передаются биты данных. Например, 8 бит просто передаются логической единичкой или логическим ноликом. После этого, возможно, передается бит паритета, то есть количество, ну, это ксор, например, всех бит в передаваемом слове. Будет один бит, либо ноль, либо единичка. После этого передается стоповый бит, который возвращает напряжение в логическую единичку. После этого все заканчивается. И передающая сторона данные передала, перенимающая сторона данные передала. То есть это очень простой протокол, который позволяет делать программную реализацию. Как на передачу, так и на прием. Соответственно, много есть. Как я уже сказал, вот такой вот UART используется и в RS-232. По сути, модификация UART используется в USB. Модификация UART используется в Ethernet. То есть вот такой вот прием передатчики, очень простые прием передатчики, они широко используются как последовательный канал передачи данных. Но главное ограничение point-to-point передачи – это нам нужно столько проводов, сколько у нас устройств. Вот хороший пример, как я сказал, это витая пара. Нам нужно очень много витых пар, чтобы подсоединить 20 компьютеров. Нам нужно от всех 20 компьютеров подвести витую пару к хабу-каршетизатору. Другой подход к обмену данными. Это шина. Отличие шины от point-to-point соединения в том, что у нас все устройства вешаются электрически на один и тот же набор проводов. Это может быть последовательная шина или параллельная шина, но главное, что все устройства, они по сути образуют одну электрическую цепь. Здесь все они вот так вот подключены к одному и тому же набору проводов, и данные передаются, вот все они по сути будут использовать одну и ту же среду для передачи данных. Один и тот же набор проводников, которым данные передаются, он используется всеми устройствами, которые к шине подключены. Соответственно, шина в целом в компьютерах это стандартизированный интерфейс подсоединения устройств. То есть там стандартизируются все аспекты. Напряжение, токи, уровень 0 и 1, тактовые частоты, переходные режимы, протоколы, в частности, наличие или отсутствие арбитража шины и так далее. И именно шина – это самое массовое средство для подключения внешних периферийных компонентов, поскольку все-таки подключать point-to-point слишком дорого. Примеры шин PCI, PCI-Express, USB, SATA – все это и есть шины. То есть к одному и тому же набору проводящей среды, к одной и той же проводящей среде, к одной и той же среде передачи данных подключается большое количество устройств. В какой-то смысле шина, Wi-Fi – это тоже шина. Все устройства, которые подключены в эфир, они тоже разделяют общую среду передачи и приема данных. То есть сигнал идет по радиоэфиру и доступен всем одновременно принимающим устройствам. Тоже в каком-то смысле шина. Андрей хотел задать вопрос. Да, вот вы недавно говорили, что USB на основе UI, то есть P2P, но при этом USB – это шина. То есть это как? Это зависит от наличия разведения? Нет, нет, нет. Сейчас я, может, не точно сказал. Протокол. Вот сам протокол широко используется. Сам point-to-point у артовские, ну, это point-to-point. А USB – это все-таки шина, которая вот такая вот, ну, чем-то протокол, физический протокол передачи данных чем-то похож. Вот все, что я хотел сказать. Так, вот шины. Собственно, вот мы видим на материнских платах такие вот шины, это вот PCI-Express шины, ну, такая уже легость материнской платы. Какие минусы есть у такого вот параллельного подключения, подключения с помощью шины? Это все устройства должны работать на одной скорости, и, в общем-то, скорость работы шины определяется скорость работы самого медленного устройства, подключенного к этой шине. Потому что, если вы будете работать быстрее, чем самое медленное устройство может распознать данные, которые передаются по шине, это чреваться тому, что медленное устройство будет работать неправильно и будет мешать работе всей остальной шины. То есть шина неизбежно работает со скоростью самого медленного устройства. Да, еще вопросы? Да, а как мы убеждаемся, что два девайса не говорят одновременно о компользе поднушим? Я сейчас об этом скажу. То есть, когда мы подключаем устройство к шине, нам необходима синхронизация. То есть мы ее, например, можем выдавать как тактовые импульсы, выдающиеся для всех устройств, подключенные к этой шине. Помимо этого, нам нужно как-то уметь различать устройства, которые подключены к шине. Поскольку у нас теперь устройство блога, нам нужно понимать, с каким устройством мы хотим общаться. То есть, какое с каким хочется общаться. То есть, нам необходимо как-то нумеровать или адресовать устройство на шине. И третье, вот как здесь был справедливо поставлен вопрос, поскольку у нас теперь несколько независимых устройств подключаются к одной шине, у нас неизбежно будет возникать ситуация, когда несколько этих устройств, может быть, захотят одновременно что-то передать в шине. То есть, необходим некоторый специальный такой, обычно контрольдер шины, который занимается арбитражем шины. То есть, дает право на передачу данных только какому-то одному устройству, чтобы не возникала ситуация, когда несколько устройств одновременно пытаются что-то передать. То есть, у каждой шины есть контроллер, который выполняет функцию арбитража. Ну, соответственно, поведение шин описывается вот такими временными диаграммами. Вот как здесь, например, вот это вот ноль, уровень единички, переключение между нулем и единичкой. И тут, поскольку это абстрактная диаграмма, переходные процессы здесь так вот отображены такими наклонами, не на равном уровне угла наклона. Заштрихованными ромбиками отражается то, что там, где передается важный сигнал, там либо ноль, либо единички, в зависимости от того, что мы хотим передать. Вот здесь вот, например, стрелочками отображаются зависимости по уровням на разных проводниках. Например, если на проводнике команд уровень упал до нуля, то на проводнике респонд он должен ответить через какое-то время, ограниченное тоже задержками шины, тоже понижением уровня 70 на ноль на проводнике респонд. То есть вот некоторое описание языка зависимости между проводами шины. И клок, то есть тактовые импульсы, которые периодически с равной скоростью переключаются между нулем и единицей, и таким образом сдают частоту работы всех устройств на этой шине и синхронизуют все устройства на этой шине. Обычно события на шине привязываются либо к восходящему фронту шины, тактового импульса, либо к нисходящему фронту тактового импульса. Например, когда пришел восходящий фронт тактового импульса, какое-то устройство может запросить доступ к шине. Когда пришел нисходящий фронт тактового импульса, какое-то устройство получит доступ к шине. Вот, например, маленький кусочек реального протокола PCI, вот тактовые импульсы, тактовая частота – это периоды между апфронтами, то есть растущими фронтами тактовых импульсов. Соответственно, мы запрашиваем на чтение, выставляя логический ноль на фрейме, закидываем адрес в проводники адреса, закидываем команду на проводник команды, ну и дальше каким-то образом получаем данные, уже передаваемые по этой шине. Я не буду сейчас подробно это разбирать, но как бы это не наш фокус, но вот пример взаимодействия различных компонентов в реальной PCI-шине. Это тоже частично реализуется аппарат, но частично реализуется драйверами. То есть вы должны понимать, что, ну если, например, драйвер PCI, какое-то PCI-устройство пишется, что приходит сигнал, как на него нужно реагировать, какие сигналы нужно выставлять в ответ, ну и все такие получения. Какие недостатки шины? Я уже сказал, шины работают со скоростью самого медленного устройства. То есть если вы включаете медленное устройство, ну чтобы оно могло работать, чтобы оно не мешало всем остальным устройствам работать, все остальные устройства им придется работать со скоростью самого медленного. Чем больше устройств, тем больше вероятность того, что они будут мешать друг другу. Соответственно, тем больше будет накладных расходов на арбитра шины. То есть нужно будет запрашивать контроллер шины, ждать его. Контроллер шины будет давать доступ тому или иному устройству. Это все занимает время. И для большого количества устройств эти накладные расходы будут расти и расти. Ну и электрические проблемы. Поскольку шина – это много проводников, расположенных рядом друг с другом, там чисто электрические. Начинаются наводки, начинается общая емкость паразитная проводов. Это приводит к искажению формы сигнала. И начиная с какой-то определенной сигнала, просто сигнал по шине не проходит. Поэтому шина – хорошая вещь. Параллельная, высокоскоростная, но не очень длинная. Да, вопрос. А там контроллер как? Он по очереди предоставляет устройствам, подключенным право задать запрос, но чтобы устройства не задавали вопрос? Ну, не по очереди, чуть более сложно, но как-то предполагает. А какие-то там алгоритмы распределяют? Ну, надо смотреть конкретно алгоритмы конкретной шины. Ну, там какие-то приоритеты, да. Ну, наверное, да. То есть, вот можно по PCI почитать, как контроллер предоставляет доступ к своим устройствам. Ну, то есть, нужен контроллер. Я обращаю ваше внимание. Оно само по себе не работает. И поэтому на современных компьютерах используется иерархия шин. Самая быстрая шина называется, вот у процессора называется Front Side Bus. Она, ну тут, это уже даже старая картинка. Словно говоря, здесь есть отдельно помечено, что Северный и Южный мост, они не на чипсете. Хотя сейчас Северный мост, то есть самый высокоскоростной интерфейс, конечно же, переносится, все это переносится внутрь процессора и Северный и Южный мост. Название условное. Северный мост – это самый высокоскоростной интерфейс, к которому обычно подключаются графические контроли, к которому подключается память, и которые по Front Side Bus, то есть самой высокоскоростной шине, непосредственно подключенной к процессору, взаимодействуют с памятью, с кэшем, с графическим контролем. На Южном мосту находится более медленное устройство. Там может висеть SATA, там может висеть аудио, Ethernet, все прочее. И даже у нас может быть еще третий уровень шины, еще более медленное устройство, к которому мы можем подключать какие-то вообще легоси-устройства, которые еще более медленные работают. То есть современные компьютеры, в них много шин, каждая шина работает на своей скорости, и каждая шина имеет свою очень ограниченную область действия. Front Side Bus, потом PCI-ная шина для подключения, PCI-XS, PCI-ная шина для подключения внешних устройств. Дальше USB уже еще для более медленных устройств и так далее. То есть чем быстрее шина, тем ближе она должна быть к процессору, тем она должна быть короче, тем, собственно, меньше она может захватывать устройство. Только самые высокоскоростные подключаются к Front Side Bus. Ну и если так вот сходу прикинуть, это будет очень грубая прикидка, о которой мы с вами будем говорить уже в следующий раз, конечно же. Вот представим себе, что вот у нас Front Side Bus работает на частоте процессора, это обычная ситуация. Частота процессора... Шина памяти работает на частоте 800 МГц, процессор работает на частоте 2,5 или там даже 3 ГГц, там 2,4. То есть и так уже сразу из коробки наш процессор работает в три раза быстрее, чем память. Память сама по себе еще работает медленнее. Одна операция работы с памятью может там потребовать до 20 тактов. Получается, что, если вот самая грубая прикидка у нас такая, что процессор работает примерно в 100 раз, от 100 до 200 раз быстрее, чем самая быстрая оперативная память. За счет того, что шины памяти у нас медленнее, за счет того, что там сама память медленнее, ну и так далее. То есть вообще говоря, устройство здесь у нас в компьютере работает с очень разной скоростью. И даже самое быстрое устройство, которое подключено к процессору, намного медленнее процессор. Вот об этом мы с вами уже будем говорить в следующий раз. Давайте на этом на сегодня закончим. Если есть вопросы, задавайте вопросы. Вот такой вопрос. То есть, по идее, быстродействие можно было бы ускорить, если бы память подключалась по P2P, именно память. То есть, самые высокоскоростные компьютеры делают так, но это очень дорого. То есть, помимо... Ну, я сказал, что у нас еще есть экономический момент, что у нас все это должно стоить каких-то разумных денег. Если мы будем каждую память подключать по индивидуальной шине, ну, у нас просто... Мы даже физически не сможем... Физически мы даже не сможем столько проводников развести. Потому что это тоже большая проблема. У вас сотни проводников, которые нужно как-то еще в пространстве разместить. Это не так просто было по себе. Но, да, можно так подключать. Еще вопросы? Ну, в следующий раз мы с вами, соответственно, поговорим уже о кэше, о памяти, о проблемах с этим связанных. Ну, вот это будет в следующий раз. И еще раз напоминаю, первая пара, в следующий раз, контрольная работа. Регламент контрольной работы мы уточним в ближайшее время. Второй парой, как раз, будет лекция. И дедлайн по первому набору задач – полночь, пятница. Ну, это все, что я хочу. В следующий, правильно? Да, конечно. А регламент будет как? Разрослый на почту? Мы опубликуем его. Я думаю, что вы не пропустите. А, в телеграме, да? Да. Все, спасибо за внимание. А вот вопросы еще по дедлайну. То есть по первым четырем семинарским контестам дедлайна – это следующая пятница. По первому, по первому, в следующую пятницу. А, по последним первым непонятно еще. Нет, еще нет. Повторяю. Хорошо, спасибо. Все, так, до свидания. До свидания.